Ну где кто-нибудь? Чёрт! Где мопцы? Тут огромная какая-то территория, ни одного моба. Всех фармят, что ли, по КД? Не зря мне говорили в начале стрима, что зря я взял эту расу и этот класс. Не найду с кем подраться. А, кстати, у меня же новый скилл, точно. Молот правосудия. Мана 4, мгновенное действие, улучшает цель станчик на 6 секунд. Серьезно? Контроль? Стан на 6 секунд? Не, конечно, мое то, что, конечно, в лаве там куча всяких возможных клинсов, диспелов, чего угодно, что позволяет снять с себя контроль. Но 6 секунд, конечно, мощно. Он ещё наверняка, наверное, в пвп проходит не 100%, поэтому будем считать, что нормальный. Вполне себе не читерский скилл. А вот, давайте смотрим. Реально, слушайте, я нюкаю на отдалении, станю. Всё. Пошёл потихоньку на гиб, я скоро стану прям истинным паладином. Не иначе. Надо кмов найти, а то... А по кого мне качаться-то? Я даже 8-й левел ещё не апнул. Можек, как же я быстро. Спасибо тем товарищам в чатике, которые не довели меня играть за потрясающую расу и потрясающий класс. Очень-очень мобильный, быстрый. Надо было сразу спросить у вас, какой там есть персонаж с бафом на скорость бега. Потому что, по-моему, это самый полезный баф сейчас в этой игре, которого у меня не хватает. Уж очень много я просто бегаю. Как-то хотелось бы ускориться. Какая-нибудь ввшечку мне бы накинули, там, ботинок скорости дали, да? Ещё что-нибудь. Вроде дали, конечно, ботинки скорости, но они, как выяснилось, скорости-то и не дают, только броню. Получит дочь Орды на восьмом уровне. Что, за меня её этот выдадут, что ли? Какую-то дочь Орды. Одни трупы, чёрт! Blizzard! Give me mobs, please! Мозг такая тоже успокаивающая. Даже слушаешь её и не думаешь о том, что завтра уже понедельник. Извините, если я кого-то травмировал этой фразой. Это заглянание ещё не готово. Мне самому от этого немного грустно. Выходные заканчиваются. Надо подождать. Это заглянание ещё не готово. У меня, по крайней мере, теперь есть нюк. И теперь я знаю о том, что у меня есть нюк. Да, вернее, есть он у меня давно, но выяснилось совсем недавно. Можно хоть с 30 метров начинать свою атаку. Меньше бегать надо. Это уже ускоряет мой процесс прокачки, да. Недостижимого пока что 20 уровня. У меня отпуск. Ну, тогда поздравляю тебя с этим. Где долбанные мобы, если не высказаться более грубо про этих чёртовых созданий? Пойдём просто, наверное, к другой территории, вот к этой двушечке, да. И, наверное, по дороге должны будут встретиться эти и другие. А то я тут бегаю, как придурок, уже 5 минут, никого найти не могу. Всего одного убил. Или сколько я там убил? Двоих, неважно. В общем, это мало. Забей на квест, беги на знаки вопроса, по пути будешь кошек бить. 100 тысяч почётных побед в PvP, наградное звание Сына Орды, Сына Альянса. А, 100 тысяч побед в PvP набить? Да легко. Пошли, сейчас быстренько нафармим. Кто готов в PvP? Приходите. Встроим с вами. Я вам молотком по башке ударю, потом ещё на 6 секунд застаню. Пока вы будете встанет, у меня всё откатится. Потом я выпью зелье маны. И, в общем, вы поняли, да. Дальше вы уже труп. Нормально, 100 тысяч PvP. А много народу вообще? Есть какая-то статистика, сколько человек эту ачивку сделала? Хотя бы там всего в мире. Потому что 100 тысяч PvP, это же надо... Даже прям, представим, что вы прям такой жёсткий адовый ачивка Трочер, который прям выполняет все-все ачивки. Радуется там каждой новой. И даже при этом потратить кучу времени на то, чтобы даже сливные PvP провести. Да, там грустит Твинка. Нон-стоп, там кидаете им дуэльки. Быстренько их сливаете. Даже при этом это будет довольно долго. Чёрт побери. Так, мне не вот этого надо убить. Презренного. Это презренный? Нет, такой ты безумный. О! Наконец-то чувак сам пришёл на бойню. Хочешь что-то позитивное? А где дроп? Дроп, эй, дроп, прогалап. Дай дропа. Какой-то, видимо, прокажённый был прогалап. Мало того, что сам пробежал убиваться, так ещё и квест-айтем не дал. Хумно создай... Да не, раз уж создали Блад Эльфа, то будем... Блад Эльфить до конца. Точнее, до 20-го уровня. Есть ачивка E050-ка. Это для совсем-совсем фанатов. Потому что, ну, реально, это... То есть надо либо играть с релиза прям вообще, притом активно, задротно, чтобы сделать её легитно, либо ты просто будешь вынужден... Даже, блин, с релиза это, прикиньте, 250 тысяч пвп. 250 тысяч пвп, допустим, даже 15 лет. 15 лет это более 10 тысяч пвп. Допустим, даже 15 тысяч пвп в год. Боже мой, это более 1000 пвп в месяц. Обалдеть. Часто ли вы делаете 1000 пвп в месяц? Скажите мне, пожалуйста. Где мобы? Реально, что за бред? Я бегаю уже просто как будто по лесу грибы собираю. Не знаю, мобов не найти. Одни трупики валяются. Может, как-то канал поменять. Дайте какой-нибудь совет полезный. А то я реально уже немножко начинаю отчаиваться найти хоть кого-то из... Нужных мне созданий. А, все. Пошли на точку 2. Я понял. Черт с этими собачками. Может быть, если я не сдам этот квест, мне не хватит опыта, чтобы Аплунце придется двое суток гриндить кельтиров. Но, ладно, я рискну. Вот в этой локации рядом есть тропа мертвых, в которой нежить в главе с Артасом шла на луна свет и солнечный колодец, чтобы осквернить его. Ох ты. Но я боюсь, что долго буду ее искать. Потом долго буду спинать это задание, потому что я проходил, конечно же, и оригинальную кампанию в Варкрафте, и Фрозен Трон, и проходил я их раза по три, по-моему, и ту, и ту. Но, сами понимаете, как давно это было. О, еще один квест. Да, два квеста. Нужно больше квестов богу квестов. Тьма не вечно. Она решила. А еще очень сильно не хватает принятия всех этих издачек квестов на какую-нибудь там привычную эфочку уже, на ешечку. А тут тыкать мышечкой и принять там, наводить ее. Это очень долго, рука устает. Что там еще говорят казвальщики? Во. Хоть кого-то нашел полезного. Здорово, чувак. Ты мне нужен, да? О, отлично. Все. Одного нашли. Теперь еще, наверное, минут 20 буду искать второго моба. Дай хумна будет быстрее намного. Не, не. Вы что? То есть, получается, я сдамся. Я не смогу сделать челлендж, докачать 20 уровень в Бладельфу. Это будет стыд мне и позор. Даже если там хумнами быстрее, то уже поздно думать. Надо было думать раньше, когда Печара создавал. Даже не ходи, а то леди Леодрин не получишь там баг. Думается, мне ты меня троллишь, товарищ? Потому что в данже-то вроде бы надо идти после 15 уровня, как мне рассказывали. И вроде никто не жаловался у нас на форуме, что мы какие-то там баги, еще что-то. Так что я тебе не верю. Наверняка ты меня развести пытаешься, чтобы я дольше мучился по этим великолепным квестам. Пытаясь найти одного несчастного моба по 5 минут. Вольненько для ботов. Хоть искать раз на свою тут кучу ботов бегают. Давайте их всех зарепортим. Может, кого-нибудь забанят. Может, хоть кого-то бомбанет, и они перестанут. Очень далеко. Очень далеко. Мне нужен этот сундук. Наверное, нужен. Ух ты. Всяк, в случае, нашел какой-то меч. Наверное, это полезно. Но только мобов-то и не нашел. Экспута мне еще не дали. Поднимемся все выше. Потом геройски спрыгнем куда-нибудь в воду, чтобы не умереть. О! Смотрите, тут какая-то движуха прям в паровозике. Кто кого бьет? Может, они ее убьют, я их всех зафармлю? Давай, давай. Как им помочь? Все. До свидания, подружка. Черт блат. А ну, давайте. Мимо? Она что, еще и маршет? Серьез ли? Как мало я знаю про вов. Все, наконец-то пошла нормальная ПВЕ-шечка. Хардкор попер. Все, отлично. Да, что лучше, уже поздно думать. Просто качаемся, общаемся. Выполняем квестики. Смотрим на великолепные локации мира World of Warcraft. Не, ну эти... Это вообще кто такие? Давайте посмотрим, кто это. Боже мой, они похожи на... Мне нужна цель. Ставших нежитью тоже блат эльфов. Это так? То если что, я пока их плохо различаю. Сколько я получу урона? 68. Нормально. Несмертельно. Ну, как быстро, Евгений, у меня хп. За что мне так много? Клэдер-гейн сразу. Я вроде каких яблок не ел. Сколько мне там осталось добить? Блин, презренный Рехадей всего одного убил, что? Бесчинник. А, все, Бесчинников больше не бьем. Хорошо, а где Рехадей теперь? Сложный вопрос. На 10-ом уровне обязательно за Регой и БГ. На 15 Регой и Данш. За пару заходов, в общем, 20-й квест за... Удар ждает много хп. Хорошо, нет, в Данш мы пойдем. У меня тоже интересно посмотреть, насколько сложные, хардкорные Данши вови. Те самые, которые все это всегда нахваливают. Я отдаю себе абсолютно отчет о том, что, само собой, Нуба Данши должны быть очень простые и легкие. Но можно же будет немножко потроллить по этому поводу. Так, ты Бесчинник. Ты мне не нужен, отвали. Дайте мне Рехадея. С тобой я драться не хочу. Дерись ты сам с Пикачо. Где хоть один Рехадей? Тоже прыжок вверх, что ли, сделать? Там воды нет. А вот вода. Я на нее допрыгну, как вы думаете? По-моему, нет. По-моему, я просто разобьюсь в лепешечку. Поэтому придется спускаться пешочком. А тут можно упасть, да? Е-е-е-е-е! Прыжок, нормально, 67 урона. Жить буду. Тоже Бесчинник. Где Лехадея? Что за безобразие? Вот в Л-2 там прям кружочком под этот... Кружочками конкретно из паунамовов подсвечиваются. В Вове до такого не додумались. Я не знаю, на какой мой сервер. Я в начале стрима рассказывал. Можете там отмотать назад, посмотреть. Я уже сам не помню. Отсюда я даже не знаю, где глянуть. О, Лехадей! Все, мой-мой-мой. Забрать, забрать, забрать. Год драка. Все, хорошо. Еще один. Пшеник, блин. Где вы, Лехадеи? Под башней много их ящик. Лутай-2 по КВ. Кстати, да, Ctrl-V, где там она? Во! Может быть мне они тут начнут подсвечиваться, нет? Блин, ладно. Хочешь драться, го, драться. Он там что-то юзал. Все. Убили. Лехадей. О, Лехадей, Лехадей. Я пока не могу прочитать это заклинание. Все, главное фердхитить. Это заклинание еще не готово. Правила любого Вовера. Я прям уверен. Сначала ударь, а дальше думай. Хорошо, еще два Лехадеи осталось. По крайней мере, тут вроде один нарезпится. Можно немножко спауна подождать. Хотя ты очень долго. Но, блин, меня немножко расстраивает то, что мобов-то квестовых как-то очень мало. Учитывая, что тут даже не огонь, не очередь. Понимаете? Вот представьте, если бы тут еще бегало человек 20 месяцев со мной. Мы просто делали квесты по 3 часа нафиг. Лехадей, о. Надо подождать. На мертвом сервере ты. Да мне и так как бы норм, на самом деле. Мне пофигу. Чем меньше народу, тем мне покажется лучше. У меня цель-то быстрее апнулся. Я успел? Нужно выбрать. Еее. Выкуси. Шалхея. Я был первым. Оружие синдарай. Блин. Что-то оказывается. 8 ящичков набрать. Боже мой. А вот их мне где искать? Я всего один нашел это случайно. И на этом все. Может под водой конечно не есть, а хз. Давайте поплаваем. Какой бы я сейчас утону немножко. Тут еще куча кораблей. Разбитых. Они вообще хоть иногда чистят свой этот. Озерцо свою речку. Хоть раз бы там занялись. Ажиотаж из-за акции, да? Фу или вот вебераст? Я... Да. Мне нечего ответить на тот комментарий. Скатился до Вова. Все дела. Столько лет терпел. Не играл. А тут взяли и заставили меня. Своими акциями. Кто пришел? Не знаю кто там. Может Гара. Может Скиф. Наверное Скиф. Где сундуки? Где? Хоть один. Я уж прям реально начинаю меняться. Потихоньку. Ну сначала это было фановое. Все таки реально. Смотрел по сторонам. Да там этот. Разбирался пока с интерфейсом. С вами. Общался больше. Сейчас. Меня что-то уже даже подбешивает. Делать один дурацкий квест по 20 минут. Ну что это за безобразие? Где все мобы? Где все сундуки? Забей вообще. Один раз не выберас. Хорошо. Значит не выберас. А вдруг меня затянет. И все. Это трясина воверская. Буду тут рейды собирать. Со всей гухи. На Атхимонда. Это проблема начальных зон. Существует система кросс-серверов. Сразу серверов в одной зоне и видят друг друга. Дальше будет уровень между зонами. Что меньше количество людей рядом на квадратный метр. Да. Людей это вроде не так уж много реально. Ну бегает там 2-3 человека. Это даже пусть даже 5. Это немного. Реально немного. Смотреть там не знаю очереди там по 100 человек на квестах мобов в Л2. Я понимаю что это вообще ерунда. Самих мобов нету. Это большая проблема. Каких-то вот этих сундуков нету. Я вроде бегаю тут, ну, то есть по территории бегаю обозначенной. Сверху донизу тоже ходил. Нашел один сундук за все время. Что это за безобразие? Мимо них бегаешь. Где, где, где? Они были подсвечены. Конечно подсвечены они слабые. Можно их реально пропустить. Если там заболтаешься, начать отключишься. Ой, меня сейчас убьют наверное толпа. Давайте покайтим и отнюкаемся от них. Тут либо большие, долгие респауны, что реально так и есть. Даже какие-то простые ему бресаются довольно долго. Нужно подойти поближе. Нужно подойти поближе. Где? Вот тут был должен быть он по идее, да? Вот. Но нет. Это не квестовые. Это просто какой-то сундучок непонятный. Пошли вверх поищем. Вот видите, я бегаю по локации. У меня квест номер... Не то, не то, не то отмена. Да боже мой, не хочу отменять квест. Вот. Оружие Синдарай. Вот он у меня подсвечен. Можно даже еще немножко приблизить. Где он там? Вот. То есть вот я бегаю по зоне этого самого квеста. Тут должно быть куча этих оружий. Чтобы хватало. Ну не только мне одному хотя бы, да? Тут их в принципе нет. А вот, смотрите. Нашел, нашел, нашел. Я все. Я, видимо, буду ждать, пока он будет респауниться. И все. Все. Ждем здесь. Спот мой. Спот тейкен. Проваривай. На самом деле, акции классные. Тоже был рад, что на один день вспомнил Вовку. Ты-то хоть вспомнил? А я ее изучаю по новой. Это вдвойне интересно. Так как уже качаешься? Уже долго? Сколько времени сейчас? Сейчас времени полдесятого. Начал я стрим в семь. Путем сложной математики получаем, что уже два с половиной часа. А я до сих пор... Восьмой уровень, кстати, друзья. Поздравьте меня. Это прям прогрессича. И стою как дурак на каком-то этаже какой-то непонятной башни. Жду рез по какому-то непонятному сундука. Прям как будто в той нахожусь. Персонаж, репутация. Кстати, вот еще тут есть расширение. Можно пока поизучать, какие у меня есть статы вообще. Здоровье, мана, уровень предметов. Так, уровень предметов, что-то фигня. А, это мой айтем левел, да? Средний уровень предметов выше вашего снаряжения. Уровень предметов по УП экипировке два. Ну, собственно, фигня, которая есть в Тере, которую в Варчейджу уже давненько ввели и так далее. Мой айтем левел, который показывает, насколько суммарно мои шмотки крутые. Сила. Это, видимо, урон. Эй, проваливай мой спот. Чувак, отвали. Ловкость. Это, видимо, сила атак увеличена на ноль. Наверное, скорость атаки моя, да? Интеллект моя мана. Выносливость, мое хп. Ну, тут, правда, не подписано, а повышает здоровье. Подписано, да, хорошо. Тут непонятно, что ловкость дает. Тоже силу атаки. Сила атаки, сила, сила, сила. Ладно, допустим. Значит, усиление. Крит удар. Это шанс крита мне 6%. Скорость. Вызывает вас на поединок. О, пвп. Поехали, поехали. Надеюсь, я тут же, конечно, окажусь, да? Когда он начнется, все. Устроим зарубу с этим гелфом. Я пока не могу, я сейчас застаню тебя. Все, бей его, бей. Блин, как мне больно, у меня его птичка-то дымажит больно. Хорошо, хорошо, добить, добить, добить. Давай, давай, давай. Еще немножко. Фак. Но он хай-левел, все. Он просто выше меня уровнем. Ему реально не хватило одной тысячки. Наверное, как у него еще шмотки пвпшные, да? Не иначе. Первый пвп в Вове уже позорился. Ну ладно. О, дарю кувалдочку. Она, похоже, хуже, чем мой топор дровосека, поэтому черт с ней. Собей, нет квест. Что-то там, до сих пор не резнулся эту сундук. Блин, короче, черт с ним. Все, я пошел пить лучше мобу, в которых встречу. Это какой-то бред. А не квест. Прыжок Веры, давай, давай, давай. О, я выжил. Нормально. Он не читает. Лучше пишите через собачку у Хамедя, тогда я прочитаю. Весь чат я не читаю. Не успеваю, как правило. Извиняйте. Блин, так, ладно, давайте третий квест. Шкуры прыгалапа. Это тот самый, где мы тоже прыгалапов найти не могли. Блин. Не квест, а один геморрой в заднице. Могу купить пэта. Что он сделает? Я хочу маунт если купить. Пэта, черт с ним. Вроде особо проблемы с тем, чтобы лутаться нет. Проблема с скоростью моего передвижения. И проблема с респауном квестовых мобов. Выкрытие глаза, плиз. Кто у нас на Гохамеде сидит? Скифты? Ты что, не ценишь графоний Вова? Самый лучший графоний на свете? Ух ты, ё-моё. Тут прям такая какая-то лесенка из полосочек хп. Которые ещё и скачут между собой. Это так забавно наблюдать. Смотрите, я прошёл всю квестовую зону. Вот видели, да? Вдоль и поперёк. Ни одного моба не встретил. В какой игре такой ещё возможно, я не знаю, серьёзно. Может я, конечно, что-то делаю не так, но чатик вроде мне говорит то, что... Ничего не говорит того. Это Гара. Гара, привет. Элио, когда пойдём нормальные игры строить? Ты что, ты имеешь против Вова? Вов великолепен. Я считаю, что он ужасен. Ты не прав. И... И возможности объяснить почему. И давай объясни, я думаю, что миллионы игроков и фанатов с тобой не согласны. Ну, во-первых, давай такие фундаментальные вещи две разберём. Это подход к геймдизайну, то есть организация твоего игрового процесса, то, чем ты занимаешься в игре, заходя в неё вечером. Вот эти вот квесты, это привет из двухтысячных. Извини, а когда игра вышла? Ну, вот и... А что сейчас-то в неё играть? А, да, как раз, ачивка есть... Там морально устарела. Ачивка в хейсе, ты ничего не понимаешь. Я хочу поменять сутара на леди. Извините, забыл. Как я зовут? Так там мутор, он такой себе. Он гейский. Проблема с ориентацией. Ну вот, а так будет хоть всё понятно. О, сундук, мой сундук, пошёл вон, пошёл вон мой сундук. Сука. Я нашёл третий... Я 20 минут уже делаю квест, нашёл третий сундук из восьми, и у неё прям перед носом его забирают. О, нашёл четвёртый сундук. Хорошо. Уже подгорает от квестиков этих. Боевая система, это чудесно. Я вот смотрел твою дуэль, и я захотел это развить. Ну круто же, я почти нагнул. Ну это реально, ну это же старьё, просто невероятное старьё. Ну а чего ты хочешь от игры 2000? В каком году WoW вышел? Зачем в это играть? Говорю, ачивка. Я хочу выполнить ачивку, я хочу поиграть. Понимаешь, я не играл в WoW в принципе. Ты хоть в Пандарию заходил, там что-то играл. А мне вот сейчас интересно. Ты видел такие игры, ты видел там Black Desert и так далее. Ты видел систему боевой Black Desert. Куча скрытых комбинаций. Скажу тебе... Там позиционированные персонажи, коллижен-модели. А это что? Но WoW мне нравится больше, чем Black Desert. Серьёзно, я на полном серьёзе. Я просто сижу, открыв рот. Ты посмотри на эти кусты, они шикарные. Ну подойди, плиз. Какие именно кусты? Тут много разных кустиков. Под деревом, под деревом, которые из четырёх этих сторон стоят. Вот сверху их покажи, как они... Сейчас покажу. Под деревом вот эти. Сейчас третьим. Ну да, да, да. Вот показываю. Какие крутые кусты, смотрите. Они даже внутри что-то есть у них. Какая-то выемка. Когда 20-го качнулся, аж Вов решил начать играть. Я не понимаю, мы не зачищаем себя популярно. Ты вот Элли понял за время своей игры, почему люди сюда постоянно возвращаются? Ну а почему люди играют в Ультиму? Почему люди играют в линейку первую, вторую? В Корее до сих пор первая линейка в топах? Я глянул в видео, как там Химер уже раз прорвался в Линейдж 1. Это просто вырви глаз. Так дело не в этом. Нет, это ностальгия. Да-да-да, это ностальгия. А у нас в форме это зовут микрофилии. Ну конечно, кто как. Потому что все равно прогресс двигается, игры развиваются, постоянно выходит что-то новое. Извини, насиловать старый тухлый труп это уже, блин, извращение. Вот я смотрю на этот, у меня такие же ассоциации. Но миллионы игроков с тобой не согласны, понимаешь? То есть, по-твоему, все они некрофилы и не шарят? Нет уже этих миллионов. Да, нет, нет, а что? В любом случае Вов играет миллионы. Миллион китайцев? Да хоть-хоть кого. В L2 играет миллион, ну, точнее, в L1 играет миллион корейцев, и что? Ну и что? Корейцы много во что играют. Ну это означает, что L1 лучше, недавно вышедших в ММО. Нет, не лучше. Ну, для тех, кто играют, наверное, лучше. Поэтому... А почему глупости? Эти люди играют в эту игру уже, там, 15 лет. Вот, они знают в ней каждый кустик, каждого моба, каждую полянку. Ну это хочется сказать, что люди, которые абсолютно не развиваются, не стремятся ни к чему новому, не хотят знать ничего нового. Ретрограды своеобразные. Они являются определением того, хорош продукт или нет. Нет, я не говорю, что он хорош для всех. Он хорош для фанатов. Но это называется уже хейт, когда ты просто игру обижаешь просто тем, что ты не согласен с фанатами. Им нравится, они играют. Это не обоснованная критика. Я обосновал, что им не нравится. Ты со мной согласился. А у тебя на все аргументы один ответ. Ну, она же старая. Нет, у тебя критика в том, что игра похожа на игру 2000 года. Так она и есть 2000 года игра. Так почему ты играешь сейчас? Чего ты от нее хочешь? Я ачивку делаю, я тебе уже сказал. Но это все равно, что ездить на каретах, когда есть автомобиль. Я до сих пор не могу найти дурацкие сундучки. А что? Слушай, а ты вообще там бываешь? В городах сейчас люди на всяком центральном улице пешеходном, ездят на каретах, платят за это деньги, там их на лошадях катают, они получают удовольствие. Это аттракцион. Разъезжаешь на каретах или на телег? Я нет. Я видел таких людей, я видел, что люди этим занимаются. Не в ней их осуждать, понимаешь. Так что все нормально. Я, правда, немножко уже тоже начинаю пригорать от этих дурацких квестов. Слушайте, все, короче, я понял. Мне уже дало насиловать вот реально трупики. Потому что сейчас я именно этим занимаюсь. Подхожу, смотрю, вот трупик. Хорошо, а где хоть один живой моб, я не вижу. Поэтому я пошел просто дальше по каким-то квестам. И по этой какой-то безобразии вообще. Вон там какой-то квест можно сдать. Горат, когда играл в WoW? Расскажи-ка нам о своем опыте. Попробовал я ее еще в 2000 каком-то, в шестом или седьмом. Боллинг Крусейд я попробовал. Ты же говорил Пандарио. А Пандарио я потом стримил. Работал. Берите гора, гора, дно. Видишь, чатик с тобой не согласен. Один же лайк написал. Чатик с этих тех, кто со мной согласен. Давайте единичку, кто... Я вижу, что много людей стремится к новому. Они не засматривают одни и те же фильмы, которые пусть им и нравятся очень до дыр. Они смотрят новое кино. Они играют в новые игры. Они проходят бесконечно Final Fantasy. Декан там по 20 раз или по 40 раз за разом. Они играют в новые игры. Почему нельзя играть в новые в МО? Торговля на официальных серверах и всех фри-шардах. Один на линеаге, два валюты других игр. Фанпейт задонатил. Более 2600 отзывов ВКонтакте на других сайтах. Хорошо. Слушайте, одни вовер настримить, чат. Как ты догадался? Интересно, наверное, потому что я стремлю вов? Ты не думал, что это немножко взаимосвязано? Что есть что-то логичное в этом? Ну, Зак писает, что Гарп прав. Ну, хорошо. Ну, а вы аргументируете. Почему я не прав? С чем вы не согласны? Я вот это глядя на то, что Вов морально устарел. Сначала нужно выбраться... Ну, он даже, я бы не даже сказал, он бесконечно устарел. Теряй самообладание. Он же просто, дальше некуда. Но при этом выходит летом Легион, на который уже оформлена куча предзаказов. Люди ждут, люди устраивают различные холивары по этому поводу. Выше голову. Обсуждают это. Собирают Близзы огромные конференции там на Е3 по этому поводу. Да, потому что все они морально устарели, наверное. И, наверное, поэтому Близзы держат продукт, что у них там... Прибыли он не приносит, да. Ну, знаешь, честно, вот я вижу Вов, я вижу, что, ну, игру какую-то древнюю невероятную. Просто ужасно древнюю. А когда я вижу так настолько же старую EVE Online, у меня сейчас дается впечатление того, что EVE Online жутко старая игра. То есть они смогли своими обновлениями поддерживать в ней жизнь и впечатление вполне себе свежего продукта и интересного. Вове же такого впечатления не складывается. Может быть, потому что я сейчас стримлю в восьмой уровень, и мы сейчас не проходим на какой-то там хардкорный данжик и фарлим архимондика. А если перестанет 500 левел и фарлим архимондика? С этими фишками, у нас бы глаза вытекли. А чего? Ну, ты там вообще забей. Вообще забей. Это аргумент, согласен. Корейские гринделки, они хотя бы их перевыпускают периодически. То есть корейские гринделки постоянно выходят новые. Они пробуют новые, свежие, интересные идеи. Ага, и уходят очередные клоны Вова, клоны Л2, клоны ИС, клоны Эро. Ну окей, давай возьмем. А Аркейдж не идеальная игра, прямо скажем. БДО не идеальная игра, но чьими клонами они, по-твоему, являются? Подождать. Аркейдж пыталась косить... Аркейдж пыталась косить под Л2-шечку, да? Не пыталась вообще никаким образом. Аркейдж РВР игра. Каким местом он косил под Л2-шечку, которая была построена на противостоянии кланов и прочих фигня? А он был РВР-ным. Под что он еще раз косил? Ну хорошо, погоди, РВР, Вов, Аркейдж, РВР, Вов, РВР. Многие моменты, про которые я рассказывал, тоже пересекаются, прямо даже рассказывал, да? Вот эти вот вещи я уже видел там в той же самой Аркейдж. Все это много, потому что я же игру вижу первый раз, и я ее сегодня сравнил много раз по ходу стрима. Подобные фишечки я видел там в Терре. Подобные фишечки мы наблюдали в Аркейдж, там, да, и так далее. И логично, что раз Вов вышел раньше, то все-таки в Вове они пораньше появились, и значит, понятно, откуда ноги растут у других-то играх. Сильно сомневаюсь. Я не вижу никаких фишечек в Вове. Я не вижу, что нового приносит жанр ММО в Вов. Веришь, нет? Вот сейчас не вижу. А он приносит Легион. Ну, а приносит Легион. Не, ну, не, ну, погоди, ты хочешь сказать, что Вов не оказал влияния на развитие жанра ММО РПГ, и вообще это было такое незначимое граждане, что он не принес ничего в жанр. Ну, так вот. Имей уважение к старику в World of Warcraft. Семь лет назад. Даже больше, но неважно. Семь или там сколько, девять, десять лет назад. Тогда да, оказал влияние. Сейчас нет, уже не оказывал. Это, по-твоему, повод не уважительно носиться к старичку? Ну, а с другой стороны, а откуда у тебя повод появился ее превозносить на вершину, так скажем, Олимпа? Я не говорю вообще. Я просто играю, я просто делаю ачивку. И показываю игру, знакомлюсь с ней. Я не говорю то, что она особо хорошая, особо плохая. Но я не считаю эту игру сейчас какой-либо актуальна. То есть я просто с удивлением посмотрю на человека, который мне скажет, что я играю в ВОВ. Я удивлюсь. Чатика, расскажите Гаре, что он не прав в очередной раз. Блин, куда мне полететь надо? Можно сдать. Куда лететь? Куда лететь? Полет вулна свет. Справедливость восторжествует. Окей, полетели вулна свет. Она решила. Так, площадь вот проще. Близовскую, да, по Легиону? Да-да-да. Ну и что? И что? Ну у тебя хоть что-то дрогнуло, когда ты от Легиона смотрел. Я... Вау, новое оружие! Вау, новый класс с двумя клинками, который был в 2005 году уже показан. Когда был Демон Хантер, да, вот Демон Хантер с двумя клинками. И вот спустя 10 лет мы дождались, что он в игре. Ну, всем нас как было. Ну, у меня такой щелест. Я, в общем, понял, Гара просто зашел поджечь тут немножко чатик. Вон, его все же говорят за Азерот, у нас свет не пойдет. Потому что он явно просто провоцирует людей, чтобы они послали его нафиг. Ты вспомни, вот это... Мне напоминает, знаешь, этот прикол с Симсоном, когда на конференции электронной карте выходит дама и рассказывает о Симсах. Ты такая, знаешь, как пробовать в зале, и сверчки только. Вот то же самое было с Легионом. Ты говоришь о том, что там, вау, Легион, Легион. Да, всем похороны. Понимаешь, был бы я фанатом Вова, я бы тебя, наверное, съел, как хочет сделать чатик. Ну, а если бы ты что-то подобное сказал, например, там, про Л2 классик, то я бы тебя реально съел. Потому что негоже так отзываться о подобных играх. Что они, мол, вообще, тех, кто в них играют, морально, вот этот, этот, неразвивающиеся люди, отставшие, устаревшие, и пора их на свалку. Неверно это? Неверно в корне? Или попробуй на 10+, идти качаться в климат. Он 2009 года. Свежее, ты сейчас в локации 2007-го бег. Черт. Проблема, проблема. Слушай, блин, Дэль, вот еще месяц дойдет до 2012-го. Ну, как раз Крегион должен успеть клеток качаться, да, до 2016-го. Локация, нормально, нормально. Кораблик завтра. Все идет по плану, да, там тебя уже просто готовы съесть, то что кораблики не стримишь. У меня в начале стрима все спрашивали, где Гара, где кораблики. Слава Синдурай! Вот придет человек к тебе на стрим и начнет рассказывать то, что кораблики в 2016-м году, это вообще зашквар. И те, кто в них играют, те тоже зашквар и вообще ко-ко-ко. Что ты, наверное, говоришь? Кораблик, кораблик, топовая игрушка. Ну вот. То же самое, когда заходишь на стрим в оба и пытаешь что-то сказать. Аргументы? Твое мировосприятие просто не совпадает с мировосприятием тех людей, которые в него играют. Гарр, ты не прав, все ММО связывают социалочкой. Социалочку, безусловно, связывают. Но здесь она достаточно не развита. То есть это именно социальный аспект. Что вы вообще понимаете под социальным аспектом? Ходить вместе в данжик, это достаточно условное, так скажем, социальное взаимодействие. Гораздо большей степени социального взаимодействия людей с друг с другом, как ни странно, являются массовые ПВП, политика, гильдии и прочая фигня. И как удерживающий в игре фактор, он работает куда как лучше, чем ваш рейдик, с которым вы каждый вечер, наверное, ходите в данжик. Гораздо больше мотивации, игровой и ноль. Но, статистика, Вова с тобой не согласна. Что люди играют в него десятилетиями. И каждое обновление покупают, заходят, проходят, фармят. И у них все окей. Понятное дело, что какая-то часть реально там уходит. Ну, давай не будем скатывать с таким аргументом. Потому что я на такой же аргумент могу сказать. Ну, тысячи, миллионы мух не могут ошибаться, да? Ну и что, что, что они это хавают? Они когда-то это попробовали и до сих пор хавают. Потому что обновок липают. Ну и что? И ладвашечку хавают. Вот это вот, после года целого дистракцина, которое в игру говно скатило. Ничего, хавают, нормально. И будут хавать. Ну, люди играют, да. Ну и что, это делает игру хорошей. То, что люди играют в неё. Для них она хорошая. Слушай, по-твоему... Погоди, ты бы стал играть в игру, которая тебе вообще не нравится. Смотри, это просто, блин, логическая ошибка очень простая. Если люди во что-то играют, это не делает игру скую, либо хорошей даже для них. Почему? Потому что они во многом даже просто не понимают то, что есть игры лучшего. Смотри, одновременно существовало достаточно развитые фришки, ладвашечки. Помнишь? Ну ты наверняка застал это время. Ну конечно, да. Да. Были фришки, ладвашечки. Был неплохой World of Warcraft. Был Burning Crusade и так далее, да. Был Рагнарёк ещё не мёртвый на тот момент. И знаешь, что ещё на фоне этого существовало? Которое было очень популярно в России. Их хавали, просто не оторвёшься. Угадай, как это. Браузерки, Бойсовский клуб, Арена. Перфект World. Перфект World, хорошо, да. Ты вил этот китайский трасс? У меня два друга в неё играли, одному, притом очень сильно нравилось. Тороги блюющие радуги. Нет, я согласен, мне тоже Перфект World не старает вообще, но это, понимаешь, это не даёт мне право... Погоди, погоди, Гарат, вы перфект подальше. Это не даёт мне право идти и говорить о том, что вы все лохи. Вы, ну, неважно, то есть вы играете в плохую игру, и, в общем, вы отсталы, давайте я вам лучше покажу другую игру, которая новая, современная, и вам надо играть в неё. И перевирай. Ты всё преувеличиваешь и ставишь ног на голову. Я не говорю, что люди плохие. Я говорю, что их игра, объективно, хрень. А почему-то они в неё играют, почему? Объясни мне. Потому что они не знали других игр. Это была одна из первых игр... Ну да, да, согласен. ...была одна из первых игр, к которой они вообще познакомились с жанром ММО. Так же, как и Вов стал для многих первой игрой, с которой мы на ней познакомились. Они понятия не имели, что там был Dark Age of Camelot, EverQuest, что была Анархия онлайн, была Ультима. Они не знали, что вообще в этих играх за фишки были, какие механики. Даже Shadowrun тот самый, тоже, кстати, с очень развитой политической системой. Прикольная игрушка. Она тоже была до Вова. И они вот этого ничего не знали. То есть они просто остановились. Вот первая игра, которая им понравилась, они остановились и играли. Вот этот несчастный Perfect World два года. А он уступал вообще просто по всем показателям. Да ещё с таким лютейшим донатом, что, я не знаю, по-моему, я обзавидую. Очень даже нас слышен про донат в Perfect World, я это согласен. Игра, чили, за уши не оттянешь. Да, конечно, графика в Пандарии на Дреноре намного лучше, чем в первых локациях персонажей. Понял? Сейчас я доберусь до Пандарии, и там будет Графоний. В 1016 года. Ну, хотя бы 15-го, да. Да нет, ну, блин, Гара, почему мы их осуждаем? Я про это тоже уже сегодня на стриме рассказывал, что это была их первая любовь, что они попали в эту игру, они хотели играть в онлайне, общаться в чатике. Эта игра дала им такие возможности. Многие люди... Погоди, играл ты в браузерке, я вот, например, играл в арену, да, в браузерку. Люди многие играли в бойцовский клуб, да, что-то в этом духе. Ты давай еще сравни их там хотя бы с любой, с любым Вовом. Илья, погоди, погоди, ты сейчас зайдешь, что ты играешь в бойцовский клуб сейчас. Так ты сейчас зайдешь, и там люди играют в бойцовский клуб, серьезно, и в арену, и другие браузерки. Ну, они-то, я это понимаю, но это, я не знаю, как можно это объяснить, чем. Ты просто не хочешь понять мою мысль. Я все-таки считаю, что игры, которые устарели, должны быть на покой. Нет, погоди, то есть, по-твоему, они играют сейчас по-прежнему в арену, в бойцовский клуб, там, тысячи корейцев, там, миллионы играют в L1, потому что они просто не знают, что есть другие игры, по-твоему? Нет, они прекрасно знают, но они двигаются по инерции. Они играют, как им удобно, не хотят выходить из зоны своего комфорта, так скажем, переходить куда-либо. Здесь у них уже все, они здесь обустроились, они здесь все знают и просто не хотят учиться новым. То есть, каждая новая ММО, это вообще, это шума сойти, сколько ты всего нового узнаешь, и разбираться, сколько приходится во всех ее механиках и тонкостях. Ну, хорошо, допустим, а зачем их осуждать? Ну, играют они в свою старушку. Я не их осуждаю, я игру осуждаю. А, ну, это хорошо. Я осуждаю игру, а не людей. И говорю, то, что игра выглядит ужасно. Я больше не унесу. Почему игра от CCTP, замечательный фонлайн, до сих пор выглядит современно и бодро и свежо, а вот это выглядит, ну, как игра 2003 года. Вероятно, поэтому и выглядит, так сказать, новый плащик. Я осуждаю Blizzard в том, что они продолжают эту вот фигню доить бесконечно, вместо того, чтобы сделать что-то новое. Так, а выкинуть, уничтожить, все просто, да? То есть, по-твоему, надо закрыть сейчас все сервера, все тысячу онлайн, там, миллион онлайн разогнать, пошли вы все прочь, мы делаем World of Warcraft 2, а вы пока ждите, пока мы соизволим сделать вам next-gen в новой упаковке и продать вам все это по цене 3000 рублей и season pass еще за 5000 сверху, так что ли? Подожди, я читаю чатик, там бомбит знатно. Гара просто вас провоцирует, друзья. Лучшая реакция, когда вам рассказывают о подобной вещи, просто не реагировать. Тогда он не достигнет своей цели. Я просто знаю, я же опытный глухотролли, я не ведусь на подобные провокации, сейчас я ведусь, потому что надо поддерживать беседу. А так все очевидно. Когда ты приходишь в чужой монастырь и рассказываешь людям о том, что они тут неправильно борются, то ты... Опять, почему ты все приводишь к людям? Я говорю, что храм их сделан из говна и палок. Так вот, я говорю, ты приходишь к людям, говоришь, что они неправильно борются, то что храм там, бога, которому они борются, нету, храм их сделан, да, из говна и палок, и они логично просто возгораются от всего факта. От того, что ты вообще пришел и пытаешься со своим уставом что-то ему доказывать. Нет, что я хочу, вот если так, мне никоим образом не прийдет существование вов, пусть он существует дальше. Пусть отдельная команда продолжает выпускать обновления и так далее. Но, блин, я могу с вами побиться об заклад. Вов бы захитерел и сдох к чертям собачьим, выпустив близок новую ММО. Это заклинание еще не готово. То есть, по-твоему, как там, блин, Overwatch того, что превратили? Как там, как там, называлось, Титан или... Титан был, да, 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 потом она должна была стать убийцей Вова, да? Но мне, как раз, у них шарик в ценах не хватило, чтобы все-таки это сделать. То есть, я не подумаю, что зачем нам выпускать конкуренты к своей же игре, давайте лучше будем доить Вов. Давайте мы еще разное мнение, да, и поэтому они выпустили Overwatch, допустим. Ну, а то, как это еще иначе объяснить? Все уже, уже не знаю, сколько лет, ждут новую ММО от Blizzard. Всех Half-Life 3 ждут, знаешь, сайт ММО, который задаст, так скажем, курс развития в жанре ММО-игр. А, ничего делать, и пускают эти обновления к жутко устаревшему Вову и скрипали нам Overwatch. Вообще, казы. Так, я убегаю, да, нормально все и делаю. Пока пытаюсь еще, общаясь, делать квестики. Пару уже, те, кто следят за последующим на экране, видели за Фэрилл, не разобравшись, куда идти, ну ладно. Квесты все сложнее. Просто, видишь, хардкорные квесты, вот такого нет ни в какой там ни Терри, ни в WarChange, ни в даже Blade & Soul с его довольно кривоватым навигатором. Мне говорят, что я говорю за всех. Элиот, ты поиграл бы в новую ММО от Blizzard? Я бы, как в нем, поиграл из уважения к этой компании и посмотрел бы, что нового они создали. Пишите в чат, кто согласен с тем, что поиграть в новую ММО от Blizzard. То есть, вот Blizzard анонсирует ММО от... Потому что, просто поиграть-то само собой все пойдут. Потому что, опять же, это Blizzard, это создатели WarCraft. Они еще, наверное, как... Но я тоже без этого просто ставлю. Да, нет, погоди, погоди, ты сказал то, что... Элиот, самому что-то поставить. Давай тогда дальше продолжим. Ребята, а вы будете играть новую ММО, если она окажется лучше, чем WarCraft? А, критерии лучше? Мы уже рассуждали, что у всех свои. А будут, а откуда они могут знать? Будут они играть? Они будут руководствоваться именно этими критериями, которые ты сам не можешь задать. Поэтому некорректно ставить вопрос, а уйдете ли вы из Вова ради новой ММО? Они понятия не имеют, о какой новой ММО идет речь. Поэтому можно только спросить, будут ли они играть, попробуют ли они ее. Я думаю, безусловно, попробуют. Ну, само собой. Если бы попробовали бы. Ну, например, я тебе могу рассказать то, что... Далеко не все, там, игроки L1 пробовали L2. Да, им как бы пофиг, у них есть своя игра, а не играет. И ты намекаешься, что у нас наберет там сотни тысяч человек, которые скажут, нет, WoW forever, я выбил там себе азерот на пузе или что? Кстати, такие люди, наверное, тоже есть. Наверное, есть. Прочитай общий чат в игре, я же читал. Там что-то еще новенькое появилось. У меня уже куда-то ускакало. Лучше пишите через Собачка Гуха Медиа, друзья, в чатике. Тогда я увижу ваше сообщение. Потому что я, видите, делаю очень сложные квесты, пытаюсь как-то спорить с Гарой. И... Ты делай, делай квесты. На чатик времени у меня не особо много. Да-да-да. Зачем они будут новую игру делать, если о природе убьют WoW, который полностью устраивает их целевую аудиторию? Я про это же говорю. Зачем делать конкуренты в своей же игре, которая появится миллионы? Которую играет куча игроков. Я думаю, что... Витя, может, лучше спросить, во что народ будет играть, если WoW закроется? Ну, блин, куча народу играет в другие игры. WoW-то даже не 20% рынка и не 10%. Мы сегодня уже выясняли в чатике, то есть я тоже спрашивал, там, а есть ли люди, которые сейчас со мной первый раз видят World of Warcraft? И такие, нашлись, там, человек 10 минимум написал точно плюсики. И плюс наверняка те, кто там нас просто слушали, да, там, где-нибудь было Альтабутса, не зареганное, поэтому таких людей все равно есть много. То есть сегодня впервые видят эту игру вместе со мной. Или вот, а вот смотри, выходит проект VR, который у PlayStation. Наверняка они будут под него пилить какие-то ММО. Oculus Rift уже становится достаточно массовой вещью, спокойной, которую можно приобрести. Если все-таки решат они проблему с устройствами ввода, ну, заменят эти нелепые джойстики и еще что-то на что-то более удобное и адекватное для игры в виртуальной реальности. Компы уже позволяют отрисовывать потрясающие картинки и даже делать ММО на подобной основе. Ну что? Спустя два года выйдет ММО, а ты будешь ждать. И ты, вот смотри, представь себе, два года проходит, да, вот выходит все это. Первое там VR ММО полноценное. И мы сидим там обсуждаем вот это или вот это. А вот Blizzard недавно анонсировали в World of Warcraft дополнение, не знаю, там, с чего у нас сейчас, Legion, а будет, куда, Дим, Хантер дополнение, окей. Вот, и ты так скажешь, ну, вот ты же дополнение, мне же миллион играет. Зачем? Там что-то новое. Не, ну хорошо, во-первых, по поводу VR уже выкладывали статистику, там, в Steam запустили бенчмарк, да, типа, проверить, годится ли ваш компьютер к устройствам виртуальной реальности и потянет ли он вообще игры на их основе в текущий момент, да. И у нас, конечно, новость на GoHaru.ru были, если кто-то пропустил, то можете почитать. У нас даже раздел есть, посвященный VR технологиям, там активно Inok постит все самое новое, там тоже куча обсуждения. И выяснилось то, что там меньше процента пользователей, которые заходили в Steam, скачивали это приложение, чтобы проверить свой компьютер, годится ли он для виртуальной реальности, и меньше процента, там, по-моему, даже две десятые процента, то есть каждый пятисотый участник теста его прошел. И после этого ты говоришь, что у нас сейчас общество готово к виртуальной реальности? Нет. Я говорю, что не сейчас готово, я говорю о том, что возможно случится в будущем. Нельзя тоже забывать про то, что игры все-таки, ммм, большинство игр, они делаются на топовые машины, то есть ориентированы на топовые машины. Ты еще знаешь, как скажи, из всего количества необъятного компьютера существующих, сколько вообще из них подтянут последнего Ведьмака? Ты тоже там получишь что-то меньше одного процента. Нет, я согласен, что как раз еще добавите всякие там офисные ПК и прочее, прочее. Те, кто не участвовали в Steam, скачивая. То есть, в этом плане, ММО, оно старается всегда идти впереди несколько на шаг, даже чем сингловый проект. Да ну, да ну. Уже да. Люди хотят, чтобы в их игру играли там на любом калькуляторе, чтобы заносили им деньги, чтобы делать фри-то-плей, продавать шапочки, и чтобы люди за все дело платили деньги. Точно так, чтобы игра запускалась на любой кофеварке, они хотели. А сейчас уже нет. Чего ты хочешь? Ну, посмотри на последние игры. Это заклинание и еще зато. Они запустятся на любой кофеварке, но они не запустятся. Они вообще ориентируются. У них есть стабильная платформа. Очень даже хорошие и удобные, которые разошлись по миру, но просто продажи только увеличиваются, увеличиваются. Тот же пресловутый PlayStation 4 и Xbox One. Стандартизированная платформа, на ней гораздо легче оптимизировать все. Так, давай вспоминать, что у нас последнее. Overwatch. Любой компьютер даже пониже третьего, пониже среднего подтянет. Что еще у нас? Paragon. Ближе всегда так делали. Ну, а синглы вспомни. Давай, окей, давай синглы вспомним. Ведьмак 3, Metal Gear. Тот же там, не знаю, Division. Нет, нет, ну погоди, ты все-таки не путай синглы, мы про MMORPG говорим, и про какие-то кооп-игрушки. Про мультиплеер игры. Синглы-то понятно, там всегда все хотят графония, потому что в них он важен. В мультиплеере гораздо важнее другая его часть. То есть графоний там должен быть, как минимум он должен быть, он должен присутствовать, да. Если его нет, то это уже плохо. И если кроме графония ничего нет, то это плохо. А в остальном про графоний, по-моему, говорить во всех мультиплеерных играх, это мувитон. Ну, а MMORPG последние вышедшие, крупные проекты. Что у нас вышло? Black Desert вышел. Требователь. Требователем? Arkage требователь. Средненько, так вот. Ну, все требуют. Черт. Не лукавь. Что? Не лукавь. Да нет, 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 погоди, Archage пойдет, ну, опять же, на минималках он пойдет, на среднем. Ну, ладно, все, на минималках. Ну, тут... Слушай, погоди, погоди, я видел буквально неделю назад скриншот какой-то там девочки у нас, которая в группе от нашей Тера Гохару. Скриншот ее из игры. Я вообще не понял, что это за игра. У нее скриншот из Теры с выключенным на минималку настройками, с какими-то еще там этими стоящими патчами, чтобы там всю-всю графонию урезать. И там она реально выглядит хуже, чем Вов. То есть, представь себе Тера, которая выглядит хуже, чем Вов. Зато она играет, зато у нее нормальный FPS. Я не удивлюсь, я еще раз тебе говорю, но это все равно. Игры ориентируются насчет того, и их требовательность все-таки как минимум по средней, по меняемой картинке. Любую игру можно выкрутить до такого состояния, что она запустится на кофеварке или калькуляторе, но будет выглядеть как соответствующий продукт этой самой кофеварки. Так, 53 лузами играл, поэтому давай, по-честному, Аркейдж был требователь. Ну, в общем, да. Ну и опять же, все равно были в масс-замесах, все было грустно. Было грустно. Это вообще бич. Ну, опять-таки, то есть последние проекты достаточно требовательные выходили. То есть, корейцы дают тон. При этом сами корейцы, если ты помнишь, они были сферами на тех калькуляторах. Вспомнил сферу трех. Но новая игра, новая игра. Вспомним, хейл онлайн, новая игра, новая игра, новая игра. Ну, давай еще зайдем, там, какой-нибудь топ Яндекс Браузер игр, я не знаю. Там свежачка тоже, что такого накопаешь. Ну, извините. Долго рассыпался, босс очередной. Это разные вещи. Кто рассказывал, что можно за час прокачать двадцатый? Я не верю в это. Либо там я взял какую-то реально отстойную расу, отстойный класс, отстойная у меня локация, что я уже три часа качаюсь и все, восьмой. Или я что-то, в принципе, делаю не так. Вроде бы, я не знаю, что можно делать так. Относительно всего. Я жду андриспауны. Ресается три с половиной мобы на весь квест. Ресаются очень долго, валяются трупики. Я потихоньку... Точнее, уже не потихоньку, я прям реально горю с этого. Меня уже даже бесит эти квесты начали. С этих хардкорных квестов... О, потихоньку... Остаются перехардкорными уже. Захардкорили совсем меня своими квестами. Ты сегодня пишешь, зажрался, играешь только на ультри. О, рез... Блин, 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 ударь, ударь. Успел, не успел. Черт. Решил водички попить, называется. Опять ждать пять минут его респауна. Потрясающе. Блин, я не понимаю, каким образом у меня можно было понять, что надо играть только на ультри. Я говорю о том, что требовательность игры меряется по данным характеристикам. У меня нет топовой ПК. Я не играю во все игры на ультри, к сожалению. Хотелось бы, но... Железо не позволяет. Я опять не успел ударить. Потрясающе. Те, кто... Ты просто нуб. Ждешь, пока ресницы все, хотя бы по всей луке кучи это квест. Извините, я бегаю, мать его, по территории, которая показана, подсвечена мне зона спауна этих мобов. Я по ней бегаю. Я не бегаю там куда-то в другие места, потому что мне игра... Я новичок в плове, да? Мне игра подсказывает, что мобы тут. Иди на эту полянку и фарми этих мобов. Ты их тут найдешь. Я прихожу, и что я вижу? Правильно. Ничего. Это неправильно. Народа много, это немного, в том-то и дело даже. Я не знаю, может я, учитывая, что я на полумертвом сервере самый, самый ненаселенный, и тут бегают, как правило, рядом с ночью человек пять, допустим, вообще немного. Я вспомню вам квесты, говорю, из-за л-2, о которых очереди по сто человек, это вот много. Это реально там успеть раньше всех кликнуть, это скиллуха должна быть эдакая, при том, что там уж надо реально первым ударить, первым добить. И все это тот, что я играл вообще за темного эльфа. Ну я не знаю, я просто выбирал чара, мне сказали, ты пошел делать портрет паладина, этой леди, опять забыл, как ее зовут, эльфийки кровавой, поэтому давай играй за кровавую эльфийку паладина. Я, ну ладно, как бы, ролеплеем по полной, чего уж там. Ну, очень далеко. Не знаю. Кровавый эльф такой себе. Анбэк. Это заклинание еще не готово. Все. Игру обосрал. Эльфу в кровавых обосрал, Гарат, и вот там реально пишут все. Эльфу ересь или не ересь кровава. Все, ламповость нашего стрима по Вовчику портишь. Мы тут тихонечко сидим, качаемся, общаемся, ностальгируем люди, вот, рассказывают, какая красивая музыка в стартовых локациях. У нас тут такая прям ми-ми-ми. Ламповая атмосфера была. Надо трэш-угар. Тролль, тролль пришел в чате, кого прогнали. А тут пришел Гара, Гара, уходи. Это заклинание еще не готово. Там все рассказывают о том, что купился в 80-ю и выпендриваешься. Да, все так. Мне сгорело. Я пока не могу прочитать. Тем более. Такие мы могут ходить, что видюхи горят. Не знаю, что, кстати, вообще куча людей горит, на самом деле. В смысле, видюхи? Видюхи и остальное все горит. Не знаю, берете какие-то свои Asus'ы, про которых в каждом втором обзоре написано, что загораю через одного из Астриксы. Я вот сидел, долго выбирал. У меня 970-е, но от MCI. И я доволен как слон. Все у меня хорошо. Ничего у меня не горит. И вообще за все время у меня не сгорело ничего. Ой. Я левелопнулся просто уже на крестик. А то эти 50 человек на стрим привел, а то тут же сонное царство устроили. Ну, извините, в ползах. Сначала было 800, кстати. Люди. Ну, ностальгировались, видим, потихонечку. Спать пошли завтра, все-таки понедельник, не забывай об этом. А ты и она, видюхи, сгорела. Видите, у кого от чего горит, но есть подозрение, что все-таки дело не в игре, а в видюхи. Да, я прям качаюсь от того, сколько времени, сейчас уже, сейчас уже, блин, 10 лишних часов. Ты же, часа играешь, взял девятую. О, кстати, нам пришло сообщение, что ключики у нас на ЗБТ Блэден Соло появились, надо будет разыграть на стримчике. Это хорошо, да, я играю уже три часа, я всего девятый левел. Я планировал взять максимум за два с половиной. А ты получаешь интересный квест, там, читаешь их. Сейчас, сейчас не получаю. Первые часа полтора-два получал. Пока более-менее все делалось, проходило. Сейчас я что-то туплю на одной локации, вот реально бегаю по всей этой территории, смотрите, вот, территория огорожная. Показываю сейчас в правом верхнем углу, да, у меня на радаре показывает. Вот у нас синяя территория. Ищу мобов. Где мобы? Давайте заглянем, может они в этом кусту. Мобы, где вы? Попрыгаем. Нет, тут трехполигональные кустики, все, нету мобов. Давайте заглянем вот в эту лачугу, где она там мобов. Ты зачем, старая, обзываешь? Ты зачем людям говорить, что это топовые кусты, топовые кусты? Быстро исправься. Извинись перед кустом. Захожу, значит, я в лачугу этого тролля. Тут мертвый, мать его, тролль, и все. Некого убивать. Я хочу, я хочу крушить, я воин света и добра. Я хочу поднять свой молот, дать им по башке и закачаться за весь хазмодан, там еще за кого-нибудь, не знаю. Но мне не надо этого сделать. Вот это у меня немножко подгорает уже, да. Планируешь ли вы проводить турниры ПХС? Хороший вопрос. Возможно. Смотрите за новостями у нас в разделе по Хардстоуну. Убегай за локацию. Ну, мне подсказывают, где мне бегать. Хорошо, давайте, ладно, я бегу за локацию. Слушаю ваш совет, бегу вот от болота. Встречу я там троллей, сомневаюсь. Хорошо. Давайте посмотрим, где еще я могу встретить троллей, кроме тролля Гары у меня в ВС-чатике. Давай, рассказывай. Ты мерзкий и перебиваешь. Извините. Я в свое время пытался поиграть в ВОВ, но мне не пошло, знаешь, по одной простой причине. Я постоянно слышал о том, что в ВОВе прекрасный сюжет, интересные квесты, отличные данжены. Я докачался до какого-то левела, но в общем пошел я в первый данжен. В первый мне еще кое-как там пати набралась, да, то есть не было у меня клана, ну, понятно, да, играл один. Слушай, это на Капе было или нубоданж? Не, нубоданж, то есть, ну, я вот шел, как ты, как дурачок, по квестам, все читал, вникал в сюжет, там, зато у Ренов, за друиды я создал. Хорошо, допустим. Уже ту Ренов я сделал, то есть, там, где-то на пиратке попробовал, на этом темного эльфа, и потом сделал сен, официально в селе ту Ренов. Читал все это про мать-землю и прочую хрень. Вникал, дошел до первого данжика, и потом, короче, где-то уже левель на 20-м, мне там чуваки местные объяснили то, что, блин, парень, ты, ну, бас, в эти говноданжи никто не ходит, поэтому ты сидишь в очереди по 30-40 минут и без толку. Типа, и квесты-то какие-то дерьмушные делаешь, это все неинтересно, типа, надо вот качаться вот так вот быстро. И они тебе то же самое говорят, иди, типа, в локацию, иди быстрее качаться. При этом, про WoW я до этого слышал, что вот как раз-таки фишка игры в том, что вот эти данжены интересные, да, там, сюжет какой-никакой, то есть, вникать в эти квесты, а на практике-то этого никто ни хера не делает, получается. Ну, это уже их дело, знаешь. То есть, вот эти все прекрасные данжены, там, Гномеранг и прочее, они же никто их не проходит, они нахрен никому не сдались. Ну, во-первых, Нубу данжи это всегда неинтересно, там, как правило, нету народу, я вот в Террио тоже по всем Нубу данжам там в соло и фармил, и как бы нормально мне помогал это. Ну, а в всем прикол, зачем этот контент в игре существует, если он... Это проходной кач контент, и все интересные данжи начинаются у тебя уже накапливаются. Здесь проходной контент 9 лет игры. Ну, извините, игре, игре, все-таки, игре столько лет, столько контента, который уже был актуален когда-то, и сейчас он не актуален, потому что вышел новый, более интересный, продвинутый и так далее. А насчет лора, согласен с тобой, да, на первую очередь. В Блейден соло очень интересный лор, но вот я на прошлом стриме, у нас был гость один, который активный турнирчик, он рассказывал то, что вот, у меня там лор интересен, я там еще весь провожу, смотрю, слушаю. Это был единственный, ну, единственный человек, который прям реально сказал, что он этим влекается, занимается. Как правило, я понимаю, что большая часть, по боку абсолютно, все происходящее в лоре, они делают далее, далее, далее. Я вот так же, как ты, бегал, знаешь, по пустой локации, там, с пятью мобами, и когда я добрался до Данданджика, я думал, что я людей туда найду, кем-то пойду, ну, и продолжу свое блуждание в игре, так скажем, прохождение квестов, изучение, оказалось, что я даже людей, людей туда не смог найти. Их просто не было, никто не ходил туда. Ты вот этот нубский контент толком освоить не можешь. То, что они вот это все эти годы делали. Ну, погоди, сейчас все активно делают очевку, поэтому сейчас, думаю, проблемы с поиском пати в дорогу не должно быть. Как ни крути. Так, в любом случае, понимаешь, ну, было бы желание, люди изучают лор, люди, вон, до сих пор у нас даже на форуме, там, спорят время от времени о том, что там кого убил, почему тот или иной персонаж появился или не появился. Например, в Хейсе, да, там сейчас пробуждаются древние боги, и про них там в темке идет такой неплохой срачек о том, вообще, почему именно эти боги, за кого они там, что у них за последователи и тому подобное. Как бы, людям интересен лор в Вове, я думаю, что неспроста, все-таки есть в этом суть, соль. И я, например, с удовольствием проходил третий Варкрафт, не знаю, проходил ты у него, или с компанией, там, я потому что проходил все, и это реально было толково, в то время, когда вышел третий Варкрафт, и тоже были там невероятные синематики, невероятные компании, там, эти сюжетные ходы, там, с предательством Артаса, там, да, и с нападением Архимонда, как он там пытался залезть на дерево, там, почему объединились эльфы, о, там, эльфы, орки, люди, все дела. Да, это, это прямо и типично круто было, и это реально толково. Ты что-то рассказывал, и отвлекся. Да, все так. В итоге, какой вывод? Каждый, как хочет. Не стоит осуждать людей за то, что они играют в Вов, либо играют в Вов, либо играют в Вов. Ты однозначно взрываешь паканы именно у них, и поджигаешь... Я же не говорю, что они плохие. Ага. Я говорю, что игра не очень. Этот, вот, инигмыч бегает. Нет, ну, должно существовать альтернативная точка зрения, и Вов будет всегда плюсистым и лампным. Я вот знаю, что ты БДО не любишь, а я люблю БДО. Да? Я могу с тобой на эту тему поспорить. Но я же не прихожу на твои стримы БДО и не говорю, о боже мой, что это за какая-то, черт пойми, что мелькают какие-то черные анимации в Плупе, нифига непонятно, происходит какая-то ересь. Ну, здесь ты пойми. Не поверишь, да, вот, на самом деле, ну, взять ту же самую, например, Л2 и Л2 Классик, да, там, сейчас... Я требую по картинке, Вов это просто. Да, я-то, я про меня сегодня вспоминал уже, да. Так вот, я сравнивал как раз, ну, старые игры, да, старые MMORPG, то же самое, Л2 Классик в данный момент, и именно с новой, типа, MMORPG, текущей, Lineage 2, которые Infinity Odyssey, что там сейчас, Game of Soul, неважно. Так вот, там сейчас наворотили кучу всяких спецэффектов, каждый скилл там дает блестяшки, взрывания, там, какие-то фейерверки, анимации на полэкрана, и в этом нифига не понятно, что происходит в ПВП, а вот мы стримили... Тут пришел Гарон Аркот, приехал на этом, на стрим. Так вот, мы стримили Мирсер Носад, кстати, наверное, будем стримить тоже следующее воскресенье, и там реально без 100 грамм не разберешься, что происходит. Ты стримишь Классик, ты там видишь каждую стрелу, каждый нюх, все просто понятно, если ты хоть немного знаком с игрой. А, собирать партейку из всех, и на этом общий будет квест. А что-то вообще люди 12 уровня делают, я тут 9 квест прохожу, а тут приходят люди 12. Ну, они перекачаны. Может, и вет не докачал, с кем-то писать, в пустыне сделал. Так, я уж что-то, конечно, не сделал уже, у меня вон накопилось, армия кустов на все это. Странно, тут сейчас 20-го лево, так мое зритель стрима пришел рассказать о том, что Гары не прав, и он сейчас метатель топоров зафармит, если я его не спасу. И 12-го лево, наверное, тоже пришел, что-то другое сделать. Ну, а ты с какими-то, кстати, серьезно планируешь играть? Я до 20-го уровня планировал поиграть, у него 2 часа. В итоге что-то стрим немножко затянулся. Я подумал, мы сегодня в парагон вечером постримим. Нет, я сегодня точно уже пас. Я так сегодня спал всего 4 часа, сейчас сижу в таком режиме ползаркомана. Я слышал, что ванила был охеренной игрой, которую стоило играть. Вот это я действительно слышал. И там квесты были, и, кстати, я вот такая играл, там у нас было ПВП в открытом мире, и я ходил, гангал своим друидом, там, под в кошечке, под хайдом, прям. Возьмите его приставку в пати. Хорошо, погоди, у меня сейчас сложный квест взять кого-то в пати. Надо разобраться, как это сделать. Это очень сложно, наверное, надо взять его в таргет сначала, да, и как-то правой кнопкой по нему взять в пати, нет? Я не прав. Ну все, он убежал, короче. Я думаю, что сейчас сделаем. Вводитель, орг, круто. Все, похоже, один остался, наконец-то. Теперь я должен зафармить этого моба. У меня теперь нет конкуренции. Сейчас не придет опять толпа страждущих. Стрим по кораблям завтра в 6 часов. Вот ты сам, да, читал квестики в Black Desert? Или тоже их скипаешь там далее, далее, далее? Нет, в Black Desert я не читал квест. Качаться, качаться, качаться. Ну, у меня другой геймплей. В Black Desert, если ты помнишь, у меня клан. И я играю несколько в иную игру. То есть, для меня именно вот этот вот лор, составляющий игры, не подставляет никакого интереса. Зато у меня больше гораздо внимания я уделяю организации плана и прочей фигне. Но играя я в соло, как я играл в волосы, я бы уделял внимание. Я читал эти квестики. Так и надо играть в эти мм. В хорошем. Часов после катастрофы, там, через неделю и так далее. Там рассказываются разные интересные истории и... Блин. Скид на Вова в ХС мне сейчас не сильно интересен. Ради этого я в Вов играть не пойду. Ну, я вот решил зайти, постримить. ХС, пин. Зрители выбрали, я голосовал, кто-нибудь в Титре устроил. Там ступи игр от меня просит. А вот я так же, я говорю, поэтому просто... Лучше делать голосовалочки, за что больше проголосуют. То есть, стримить. Так вот у меня на голосовал. Да, Вовчик. Ребята голосуют Mountain Blade, хотят посмотреть еще что-нибудь классики. Блин, и что он тебе не рестает? Вот я-то один стою, никого нету рядом. Где этот сраный воп? Что за бред? О, рестал сверху. Ура, 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 ура. Не прошло, и сколько я, наверное, минут 20 уже стою, да? Бью этого долбаного тролля. И, аллилуйя, я это сделал. Я все ближе к 10 уровню. Он пиццик, пи. Почти как Антарас. Это было очень сложно, да. Так, мне еще тут осталось добить двух амманийских берсерков. Хоть одного бы встретить на своем пути. Это он, не он? Блин, опять метатель топоров. Где берсерки? Где вы? Насчет двух кнопок я могу с вами не согласиться. Давным-давно. Корейские игры уже переплюнут в этом плане. Вого и все прочее. Они стали очень скиллżej. О, нашел, нашел, нашел. Да какие скиллозависимые? Там просто появились теперь комбинации, да, скиллов? Которые ты нажимаешь на кнопку. Какие ты кнопки жмешь, играю вов? 1, 2, 3, 4, а там 11 прожимается комбинацией кнопок, а этот скилл еще делают с тремя другими скиллами комбоя, я говорю не о BDO, я говорю, например, о том же Blade & Soul, там, как, знаешь, говорят, что Blade & Soul простая игра, ребят, там комбо есть из 36 ударов, и в эту игру корейцы шпилят на огромном стадионе, и народ приходит смотреть, как Старкрафтик. Как чувак промок, кого-то в комбо унижает? Я не сказал, что это простая игра. Развел на ретал и унижает попавшего в комбо на 100% урона, там, хп? Нет, ты делал, что нет. Не, не, согласен, да, но, понимаешь, я сейчас 9 уровень воли, то есть тут никакого контента, ух ты. Нет, я к тому, что у тебя ничего и не поменяется, у тебя будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, у тебя нет никакого взаимодействия с другим персонажем, то есть ты не можешь там его схватить, еще что-то, как, знаешь, в Black Desert нет коллижен моделей, или в том же Blade & Soul, ты не чувствуешь другого персонажа, ты не выделываешь с ним там разные комбинации, подкидываешь его в воздух, там, зажимаешь где-то на земле, пинаешь, то есть этого ничего нет. Со мной чувак на мотоцикле ползает. Это вот как в старенькой ладвашечке, ты выбираешь таргет, и жмешь 1, 2, 3, 4. У меня, когда я в блэс зашел после BDO, у меня просто шаблон разорвался, я, чё это, как это вообще в это играть? Один фейерболт, два ледяная стрелатая, три, еще какая-то хрень, и чё это? Это после сотен комбинаций, возможно. Но, опять же, вот я с тобой согласен, Блэс мне тоже не нравится, но я не буду слушать людей, которым нравится Блэс. Послушайте, мне очень понравилось. А, понимаешь, и тем более, что сейчас-то игра выходит, и люди делают осознанный выбор же, да, зная, что есть игра Блэс, и есть там игра не Блэс, да, есть другие игры-варианты. Так что, что ты про них скажешь? Почему они, не зная, да, зная о том, что есть другие игры, все равно убирают Блэс? Наверное, потому что что-то им понравилось. Потому что вот выбирают очень недалекие люди. А, так, кстати, еще спрашивали, будем ли мы стримить 3 of server? Конечно, будем, но стримить будет у нас химера, это все дело. Ты же слышал, что с Блэс случилось на Корее, сервера замерзили. Ну, я про это уже слышал, да, что там что-то. Там вообще забей. Там персонаж можно сделать размером с город и бегать. Ты представь, что на России будет, вот на Корее делали. Законопло слушные, курейцы. Ты на России не только купола увидишь, ты там такой ап увидишь. Не, ну, опять же, в Archive вспомни, сколько всего веселого было на старте. Ребята, я с вами согласен, что это не мой РПГ, а файтинг. Но вы не поверите, это хорошо зашло для корейских игр. Реально хорошо зашло. Корейские игры это гребаные гринделки. Гринд не контент. Гринд это говно. Это отсутствие контента. Ну, он его, как суррогат, знаете. Не, не, погоди. Женщина. Он его заменяет таким образом. И вот заниматься чем-то с этим суррогатом гораздо интереснее, когда ты хреначишь, как в файтинг игре. Напрягая ручки и нажимая кнопочки. А как ты что, один, два, три, четыре, ты засыпаешь. Поэтому всякие кликеры в ладвардшике были так распространены. А если мы возьмем, там, не знаю, какие-нибудь Диабло, там тоже, ну, Диабло тоже сейчас... Ну, Диабло не кликер. Диабло достаточно экшеновая игра. Там тоже надо было прожимать очень активно, ориентировать на происходящее на экране. Не, не суть, а просто тоже гринделка. Там гриндишь ради шмота, собираешь шмот, чтобы лучше гриндить, лучше гриндишь ради лучшего шмота. И так по кругу. То же самое мотивация в ладвардшике, которая в итоге работала много-много лет, и до сих пор работает. Люди вон там до сих пор играют по 20 часов в сутки, а то и 24. Лишь бы только кликать. Мобов лучше всех, быстрее всех. Ой, блин, что-то мне какие-то плохие вряды предлагают. Ну ладно, хотя бы экспу дали. Спасибо и на этом. Само всем мотивация гринда. Если гринд мотивированный, то это тоже контент. И люди этим занимаются и много, долго. Гринд не контент, гринд в отсутствие. Я тебе говорю, мотивация, ты гриндишь ради лучшего ПВЕ, неважно, или лучше того и другого, ради лучшего эквипа. Лучший эквип тебе, чтобы лучше гриндить, лучше гринд тебе ради лучшего ПВЕ. Давайте описываешь такой гринд, как это вообще работает. Давай. Очень простой пример. Я объясню на примере, не плюйте в игру, она и так печальна. Но просто как работает геймдизайнер. То есть выходит Талда онлайн в ЗБТ. Мы играем. За два или три дня закрываем полностью квестовую цепочку. То есть ты заходишь в игру, и ты по квестам, кринак, 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 докачиваешься до кап-левела. Ну, понятно логика, да? Да. Что дальше происходит? Люди начинают на форуме писать на ЗБТ. Ну, что за говно? Почему так быстро? Три дня всего? Типа, ну... И разработчики, давайте мы расширим контент. Тафф. Они просто делают количество экспо требуемого на уровне два раза больше. И у тебя появляется гринд. Потому что тебе приходится гриндить, чтобы взять следующий квест. Понимаешь? Погоди, а в ПВЕ это не так же было? Они потом три раза увеличили. Вот они так и сделали. В тупую. Просто в тупую. Вот это и есть гринд. Это отсутствие контента. Просто забивать вот эти вот паузы. Что привело тебя ко мне? А вот там не так же было, когда там просто увеличили количество экспо требуемое в несколько раз и прочее, прочее. Точно так же. Это через жопу. Наши враги подут. Ну, хорошо, да. И опять же, люди выбирают, играть им в это или нет. Согласись, они делают осознанный выбор. Нравится, то есть устраивает их мотивация этого гринда. Готовы они гриндить не там два дня, а докачаться до капа и потом дальше заниматься с контентом на капе, который есть или нет, неважно. А гриндить, как это в Вел-2, допустим, по гораздо большему количеству времени, будет награда выбрать, выбрал награду. Я не унижал тем, кто противостоит нам. Слотов нет. Вот. И те, кто готовы этим заниматься, то это их осознанный выбор. Поэтому в плане контента... Они выбирают этот контент, их устраивает мотивация. Он дает 10 очков вперед. Вот честно говорю. То есть, я не говорю, что там одна... Что BDO лучше, Вову, там, на 200, на порядок. BDO новее. Это да. Он актуальный сейчас. Это да. Там мотивация, которая мне куда как больше, ближе. Это массовая ПВП и политика. Но в плане контента BDO очень бедная игра в сравнении с World of Warcraft. Просто потому, что на создание контента в Вове ушли годы. Огромное количество контента было создано. А BDO это заменяется только порылым гриндом. То есть, если бы они делали это по квестам, мы бы контент BDO закрыли в первую неделю. Как в свитере это было, да? Вон, свитер, современное ММО, без гринда. Хорошо. Открывается все моментально. Ну, блин, там ММО про сюжетку, извини. Мы тоже играли в SVTOR. Ты там играешь... А что ты делаешь, ты должен, ты в сюжет поймешь? В сюжеточку. Ждать следующего патча. Также многие Вов играют, извини. Там получили... Вышел там Пандария, прошли все данжи, закрыли, зафармили весь шмот. Ну, понимаешь, в чем плюс Вов? И пошли играть в дотку на полгода, ждать выхода следующего. Понимаешь, в чем плюс Вова в таком аспекте? Это Вов огромное количество контента накопил за год, в который ты можешь играть. Ну вот, а потом ты говоришь, что Вов неактуален. У них есть контент. Ты сейчас мне рассказывал буквально недавно, что контента нет, что-то там... Должен сейчас, в 2007 году мы находимся и далее, так как это и есть, на полность контента есть. Ну вот. Я не говорил, что у меня нет контента. Наши враги поддут. Что-то не так понял, люди. Может быть. Я пока что делаю, квесты пытаюсь понять, что меня сделать вот в этой локации. Ты можешь, что-то мне сделать в этой локации. Ты можешь, который прибегаю, я тут... Что за квест, блин? Найти какие-то особые припасы, прикосновения солнца. Ничего не подсвечено в округе. Вокруг этой башенки. Я вроде бегал наверх, и справа, и слева, и нифига не понятно. А, может, почитать, наверное, как-то подробнее попробовать. Это какой-то беспонтовый квест. Возьмите бутылку особых запасов, прикосновения солнца, закуски из прыгалапа, и связки фейерверков. Простите все это лорду в лесах вечной песни. Бутылку особых запасов. Окей, где бутылка особых запасов здесь? Давайте найдем бутылку. Что-то можно выпить. Я вон с товарищем М104 поспорю. В БДО подбежал к группе мобов, покатил одну кнопку, нажал, забил все. Ну ты же так не работаешь. Чтоб даже применить одно умение, тебе как минимум надо нажать несколько клавиш в определенной последовательности за короткий промежуток времени. А вот какой-нибудь ашечке я действительно фармил одной кнопкой. Нас ждет победа. Ой, ты ладно, видел я твои увлекательные фарм в БДО на твоих стримах. Стоишь там в одной пещерке, тебя даже никто не ганкает, собираешь одних тех же мобов, убиваешь их. Ты понимаешь, что их просто смотришь. С парой рассказов. А ты вот, ну, блин, рассказы, они могут выглядеть как угодно. А ты знаешь, как они прожимаются? Там просто рассказы, которые дают. Вот именно. Прикосновение солнца. Что тут за пауканов разводится? Вот это скилл какой-то мощный с кучей паучков спамят. Али что это? Особые запасы Прикосновения солнца. Вот у какого трейдера? У этого трейдера нет ничего из того, что мне нужно. Никаких там не особых запасов, ни даже закуски. И связки феерерков тоже нет. А как понять, какой из них другой трейдер? Я вообще не особо пока понимаю. Как понять, что Вовер? Может, надо... Вот Джонни абсолютно прав. Вов, как старые армейские письма. Они вроде есть, но перечитывать их уже не особо охотно. Хотя, просто добрая память. Вот так же Вовер, как добрую память. Почему нет, опять же? Ну, перечитывать их уже и желание. У тебя нету. А, у множества игроков, которые до сих пор играют... Нет, я протестировал товарища Джонни. Ну, хорошо, у него, может быть, нет. В здании вендор. Хорошо. Как... А, вот, едай на аппетке он, что ли? Да неужели? Нет, не две кнопки. Освежающая кучевая вода... Блин. Пал один. Может, там какие-то общие надо выбрать? Все становится персональным. Допустим, все мы выбираем. Спелое красное яблоко. Надо мне найти... Прикосновение солнца. Нет, нельзя допустил поместить на панели. Они работают в комбинации. Прикосновение солнца. Прикосновение солнца. Где? Где? Где, друзья мои? Глаза не вижу. Купил заславление солнца. Коста две телки стоят одна из них. Это вторая. Второй ничего не купить. Не теряй самообладание. Я буду рада твоим золочкам. Он тебе пишет закуска из Прегалапа на второй странице. Закуска из Прегалапа. А, во! Ну, хорошо, да кто-то... Ну, Бласина, даже я знаю. Так, я купил, все купил, хорошо. Так я искал-то припасы особые. Они же первые в списке, блин. Вот где логика, скажите мне. Закускаюсь Прегалапа какую-то чертову. Я вообще в душе не знаю, где купить. Нет, очередная обновь Вови. Это очередной кнубов Вов запустили. Да? Гара, батька, до какого уровня Твоя докачался? Расскажи-ка нам. Ой, у меня был низкий уровень. 45-й я максимум брал. Отлично. Ты прям разобрался в контенте. Вот так многие люди заходят. Я не разобрался в контенте. Ну вот. С Вовом у меня есть одна проблема. Мне не нравится мотивация игры. Я люблю игры про PvP и про политику. Поэтому мой путь шел. Рагнарёк, Линейдж, Иф Онлайн. В дальнейшем Аркейджи были и БДО. То есть игры, в которых основной акцент и хай-энд геймплей не сосредоточен на противостоянии кланов, гильдий, корпораций. Кому как это нравится называть. А вот PvE игры проходили мимо меня. Вроде того же Вова. Сейчас тебе аренщики вовские расскажут о том, как ты неправ и какой крутой этот PvP. И насколько они скилловые. И как всё это делалось. Я не сомневаюсь, что вове скилловые. Я уже встречался с некоторыми пацанами с Вова. Они мне лицо ломали. Ты вот вспомни, да. Я не сомневаюсь, что они кнопки правильно жмут. Но пойми, просто для линейджеров, так скажем, PvP на арене, это не PvP. Они вообще это PvP не называют. Потому что это не PvP, это не нужно. С другой стороны, понимаешь, Деняйгеры на Олимп ходили. Крупа, в которой ты ничего не теряешь, ничем не теряешь. Потому что это вообще не трупа. Не, ну в смысле, там очки фармятся. И теряются, и так далее. Ну это как-то беспортно, а лучше в дотку скатают. Ты лучше скатаешь в дотку. Вовер лучше скатают вов. Проба оскорблены. Видим, надо вот такие вот дыряни искать. Чего-то народ много бегает. Ладно, блин, как бы успеть раньше всех? Фак оф. Опять, видимо, сейчас сложный квест. Успеть раньше других найти квест-айтема. Эллиот, тропа мертвяков рядом тебе пишут. Где? Это вот она? Если я сейчас на ней стою, то да? Ну, судя по поводу, что ты видел, определённо похоже. Я, кстати, здесь бегал. Я делал себе кровавый эльф Паладина. Очень далеко. Боже, я пробовал играть. А здесь бегал. Он такой педиковатый вышел, что ли. Не говорю, просто вспомни, в арчейджик нам. Патька вступала из там каких-то гладиаторов. Воловские, так они... Ну, они вообще шпилили. И лица ловали очень грамотно. Я говорю, что эти пацаны жмут кнопки как надо. Я в этом не сомневаюсь. Они все очень скиллованные в этом плане. А в твоей PvP-бдуо, на твоих стримах, в лучшем случае я увижу, как ты один-два раза задуэлишься. Хорошая PvP-игра? Там основные дуэли проходят, зато каждую неделю такие дуэли, при которых предшествует столько и политических игрищ, и обсуждений, и драм, того, чего никогда нет и не было в воле. Политики нету, и дракон нету. Это как и в онлайн. Нельзя ничем заменить участие в этом огромном, колоссальном сражении. Хотя, с другой стороны, конечно, удовольствие в этом такое себе. Но, блин, почувствовать, поучаствовать в этом, ну, обязан, мне кажется, каждый игрок ММО просто попробовать, что это такое, что это такое сражение тысячу на тысячу игроков. Насколько это масштабно. Постоять, полагать, улететь, погореть. Нет, уже не полагать. Что там что-то лучше стало? Да, бездавно лучше. Только, когда первые были, там, следил еще за ситуацией, а сейчас только про читы с рыбалкой знаю, про мазиков с инками. Не, не пропаду, я про Еву говорю тысячу на тысячу. А, про Еву, да. Но, опять же, ты играешь в Еву? Сейчас нет уже. Почему? Если это лучшая PvP игра, которая актуальна в 2016 году, которая ни разу не устарела. Почему я сейчас в нее не играю? Мне захотелось что-то новенького. Ну вот, по этому принципу люди себе и выбирают игры. Кому-то хочется чего-то новенького. Кто-то играет в одну и ту же игру, десятилетий, и мы все-таки его строим. Гарфов, это то, чем он известен. Я пока не могу причинять этот заклинание. Чем известен? Драма. Я не могу атаковать эту цель. Простите, что? Какими драмами? Может, они видят сюжет? Ну, сюжет им к ней это в виду. Нет. У меня нужна драма. Кто кого предал, обидел, как там Артас убил своего отца и стал служителем нежити. Как там орки пили всякую бодягу и становились красными из зеленых. Ну да-да-да. Это же драма же, драма. В-п-в-п-в-пшники. Может, мы что-то у меня тут... Гильдиски, а вот... Ребят, расскажите, а на основе чего строятся гильдиски драмы World of Warcraft? Надо подождать. Не достаю слишком далеко. Неподходящая цель. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Надо подождать. Ну, сейчас там 15 секунд дилейры с свечом. Сейчас? Мне даже интересно. Вера скажет. Я никогда не слышал о гильдиских драмах World of Warcraft. Что они вообще делить-то могут? Не знаю, места на аренке делят. Кто раньше закрывает контент? Ачивки какие-нибудь? Почему нет? В-п-в-п, World of Warcraft. Ааа, вон очень. Не достаю слишком далеко. Он народ пишет. Да шляпный нынешний, его вонилу уже не повторить. Братан, мне года три назад такой же писал, какая Пандариус. Знаешь, с другой стороны, все-таки по-разному бывает. Например, есть тот же самый ГВ, да? Где у них есть те самые ВВВ, так называемые, там, масс-пвп нон-стоп, осады нон-стоп, куча фана. Но это вообще никак не мотивировано, кроме... Когда же кто в 10 уровне, по-моему, или даже с 15-го? Я не помню. Говорит, там был неподалеку, в логике где-то босса ждал 10 минут, только выше чуток. Где-то вот мобика ждал. Так мне туда можно еще? Мне помурноват туда мне. Как минимум, 10-й надо взять. Гара, гильдия одевает танка или целый рейд, а он уходит в другую гильдию, то, что сейчас происходит в ДОК. Он же не пойдет потом воевать против этой гильдии. То, что он мобика будет убивать под другим тагом, ну окей. Помни о солнечном колодце. Ну, кинули ребят, да, там. Лоханулись, сочувствую машину. А там драмата была из-за чего? Из-за того, что он уходил в противостоящую гильдию, с которой ты на осаде уже следующей столкнешься и будешь драться. Так, Гара, погоди, минуту. Ты стал твоим противником, врагом. У меня тут важная задача, мне надо выбрать специализацию. Сейчас разберемся вообще, что это такое и что с этим делать. Так. Возможные специализации вашего класса. Свет, защита или воздаяние. От выбора специализации зависят базовые способности. Нет. Я слышал, он самый сильный. На шестой ход рано ставить. Хорошо, свет это лекарь. Лекарь нам не пойдет. Танк это танк защита, да, и воздаяние это боец. Аретра, билет, паладин. У меня надо быстрее прокачаться, я так уже слоу почу, поэтому давайте возьмем. Воздаяние. Боец, наверное, да? Воздаяние бе-бе-бе-бе. Мне советуют танка брать. Воздаяние бери, тебе кому говорю. Почему? Аргументируй. Аргументируй. Нагибают. Болеец за справедливость. Это наш выбор, который вешает правосудие над врагами при помощи оружия и магии света. Удар воина света. Ладно, хорошо. Воина света, воина добра бьются до рассвета. Защитник... Ты там вы слушаешь? Погоди, погоди, читаю. Ты какие-то политически неправильные песни слушаешь. Использует магию света для защиты себя и своих союзников от враговских атак. Тоже неплохо, тоже воин света. Нет, нет, нет. Ретропал. Щит праведник у него на 40 уровне. Вот правильно тебе пишет, Одиссей со мной согласен вообще во всем. Он тоже пишет, ретропалы бери, за танк тебе сложно будет. Хорошо, беру воздаяние. Все, насоветовали. Воздаяние беру. У меня должны появиться новые скиллы, да? Появился только один, что ли, все? Это один несчастный скилл за целый десятый уровень. Какая-то пассивка так же. Что за скилл такой? Вердитка хромовника. Мистер Локи трон. Вове есть ПВП. Мощный удар оружия, насащий 60 единиц физического урона. Хорошо, пошли тестить. Как оно наносится, блин. Видишь, я тебе правильно подсказал все. Допустим. Я пока не уверен. Ты мог меня обмануть. Тоже 4 часа стримидж. Да. Ты предлагаешь заканчивать? Ты пока общаешься со зрителями. Я играю вов. Мы с тобой время от времени спорим. Примерно не ты споришь сам с собой. Ты пострибишь его сейчас хочешь? Да, я думаю, пострибить на время уж поздно. Ну, решай. Может, нам чатик скажет. Хотите вы парагон от Гара? Или лучше пойдем дальше качать нашего паладинчика? Ну, ты, конечно, спроси. У воверов. Хотят они парагон. Они вообще не отдупляют, что это. Опять оскорбляешь наших зрителей, Гара. Тебе не стыдно вообще? Ну, сразу же на БДО спрашивайте. А, ребят, не хотите ли вы посмотреть кораблики в World of Warships? Ну, конечно, тебе скажешь. Да, хотим. А, что это? Хотя он несколько человек написал, да, давай. Реги БДГ, жми зеленый глазик. Ну что, нажмем зеленый глазик? Давайте жмем зеленый глазик. Поиск группы. Заранее собранная группа. Поиск подземелья. Слушай, или вот народ пишет, парагон давай, долой вов. Парагон с ключами нет ключиков, нет. Хотя, если Гару, у тебя есть ключики, то... Это другой вопрос. У меня нет точно. Хорошо, подземелья и рейды. ПВП. О, ПВП. Ущелье песни войны. Низина Арати, захват флага. Ну что, поехали, попробуем квадраться. Посмотрел парагон, но вов тоже интересен. Никогда его не видел. Вот, я тоже ни разу не видел вов, а сейчас под парагон я уже посмотрел. Снорот пишет вообще парагон. Выберите хотя бы одну роль. Выбрал роль, зарегался. Все, я вступаю в бой на батлграунд. На отеле вот тут будем посмотреть. Сейчас должно быть, нет. Если ты парагон, то я пойду спать. Потому что спал 4 часа, и я уже сижу как наркомат. Саламо Ашалан Ри. Ну, с чем ты играешь в вов? Я качаю 20 уровень. Ты не докачай 20 уровень. Сейчас все будет. Мне сказали, что докачиваешь 10, и дальше начинается пиу-пиу, ты быстро опаешься. Находите в очередь на поле боя. Можете провести свой статус, наведя указатель на мыши, значок рядом с миникарты. Все круто. Сейчас сорвемся на батлграунд, всех там нагнем. Сразу же нам дают 10-10 уровней, и получим все ачивки. Короче, все пишут парагон. Не сворачивайся в своей жизни. Что тебе интересует? Ну, мне одному скучно будет играть. Я с тобой думаю, куда-нибудь. Нет, я прям строго пас. Сегодня я уже к парагону не готов. Ты слаб. Вот, гора просолит в вов. Давай, гора, качай вов и погнали. Никогда. Я роман уже его. Своение близок. На сегодня точно не качнешь 10-й типичку. Давай проверим. Я готов забиться на челлендж. Ну, и выдачу челлендж. Я помню вот эту сраную бедотнюю, но я по-моему закумаривал. Он тверик умнул. Я пристел этот мотоциклист, да, время от времени, я наблюдаю, что... Вот что-то за туреной играл. Мы ролеплеем. Мы качаем себе в хейсике эльфийку крови, паладинку. И поэтому мы качаем вове тоже эльфийку крови, паладинку. Ничего ты не понимаешь в настоящем ролеплее. Три раз сказал кровь. Остальное просто. Кровь это круто. Особенно если ты картаешь. Сижу, смотрю. А я вот никак не досмотрю карточный домик. Карточный домик? Смотрел еще и признал когда. Че-то там никуда не досмотришь. Ну, некогда мне посмотреть. Ты четвертый зон уже посмотрел? Все посмотрел? В четвертом сезоне он с ручкой случился. Вечное солнце направляет нас. Так, не смей спойлерить. Я слабого прослушал, что ты говорил, поэтому... Да пусть, да пусть я таскала бла-бла-бла. Бла-бла-бла. В четвертом сезоне было. Да, наверное. К чему за турен только нубы играет? Турен могуч, силен. Турен брутален. Шарелля Рам. Шарелля Рам. Ты понял? Тебя только что оскорбил эльф сказал, что пошел прочь со своим БДО, ВОВ топовый. Тьма, не вечер. Чего же на Мотороле не может ошибаться. В смысле, это непись. А, непись? Так говорит, что только ВОВ и ничего другого. Все остальное болит Лен. А мы еще можем в Лол поиграть. Ты играешь в Лол? Нет. В Лол я тоже ни разу не играл. Можно, кстати, провести подобный стрим по Лолу. Я дотер. Точнее, даже я уже не дотер, а уже и в доту. Да, не плевать, и в доту играл. Я уже в доту не играл почти год. Я в апреле прошлом сыграл последний матч в доту. Нормально играл в доту я последний раз, это уже даже год, наверное, полтора назад. А ты умеешь в нее играть? Ты забыл, как я тебя дрючил? Ты, наверное, со мной ни разу не играл. Я играл, мы с тобой даже стримили несколько раз доту, если ты подзабыл. Ага, это как раз те карточки, ребят. Дуэльку хочешь провести, что ли? Пацаны из Тракса на Мит. Шерч, тем, кто противостоит нам. Митер Финт. Кто придумал по вашему Элеву? Расскажи нам что-нибудь поинтереснее. Так, блин, куда мне лететь-то надо, черт побери. Можно сдать полет на свет, можно сдать в Луна Свете. Ох, боже, как все сложно. Вот тут какой-то квест рядом, потом слетаем. Или профессиональный врач. Прямо бесит, когда у меня куча квестов, которые во все разные стороны. Беги, где оптимальную дорогу? Пока ты разберешься, как оптимально по ним бегать, пока ты придешь на локацию в помещенную область, видишь, что там нету мобов нужных, которые тебе должны быть. Погоришь, боже, я уже начинаю восполненяться. Это не смешно. Я за время стрима, читая квесты, редкие палы, в 75-80-е делал. Как можно вообще 3 часа брать первые 10 уровней? Рачок он. Вот он в доту, он точно так же играет. 3 часа первые 10. Хорошо, хорошо. Эксперты чатика, ладно, Гара мы не слушаем, понятное дело, что он просто троллит. Эксперты чатика, расскажите, что я делаю принципиально не так, качаясь в вове. Начинаю с того, что ты играешь в вове? Нет. Это мы берем за данность, что в вов мы играем. Мы берем нацетый уровень, я бегаю по квестам всем, которые мне дают. Ну начнем с того, что ты начал за педа эльфа, это уже был неправильный ход. Это ролеплей, все. Второй раз, что ты сделал неправильно, ты взял гей-паладина. Это уже категорически неправильно, то есть ты совместил плюс на плюс. Точнее, минус на минус. И таким образом ты должен был играть нормальным классом. И нормальный раз. Накажи Гара в дотку, так он засыт же, блин. Я прям готов, готов дуэль. Я во сне. Готов дуэльку на бабки. Я больше год не заходил в доту, и я уверен, что Гара... Вы видите, как он в парагон играет. Просто ноу-чанс там. Он таким светом открывается под башню и отдавится. У меня нет цели. У нас одного, блин, несчастного саппорта. Уже какую неделю тренируется. Никак не может научиться. Кстати, а что так долго поиск идет? Я уже 6 минут целую жду. Где легендарный... ...быстрый матчмейкинг в Вове? Я пока не могу прочитать это заглядание. Да, у меня же новый скилл, надо активно его использовать. Один двуручное оружие, ты ретрипал. Ты убыл не ту локацию, но из самых единых... Какой двуручное оружие? Зачем я двуручное оружие? Потому что ты ретрипал. Боже мой, ну хорошо. Напялим на себя меч странника. Он вроде бы двуручный. Он вроде бы даже даст мне немного ДПСа. Пусть я и потеряю. Много... ...защиты. Все. Теперь идем воевать с мечом. Заклядание еще не готово, понимаешь? Вот в чем дело. Гара, спасай его. Сам еще не понял, что его поглотил Вов. Да-да-да. Я потихоньку-потихоньку втягиваюсь. Ну я не удивлюсь, он тут через месяц будет уже зависать. Рассказывать мне про рейды и данжи. Смотри, насколько урод ты возрос. Насколько ты не скилловый, да, там какие-то... Свои... Не до комбы в BDO из трех кнопок. То ли дело назад не рассказывает. Да, все так. Это кселендж. Или как там звезд 2 и... 1, 4... 1, 2, 1, вот этот кселендж. Нормально, нормально. Еще ЛКМ-очку. Пальцы не ломают? Все сложно. Как я мог выбрать не ту цепочку? Как вы у меня дали? Где меня резнуло? По той меня и отправили. То есть мне надо было бросить все. То есть мне, представим, что я новичок. Допустим, сейчас не идет стрим, сейчас просто я какой-то там чувак, который зарегался в WoW, играя в другие ММРПГ. Просто, ну да, новый человек в игре. То есть целевая аудитория, новый игрок, который хочет попасть в эту игру, втянуться в нее, вписаться и начать в нее активно играть. Иди по тропе уже в другую ловку, даже мне это уже известно. Так мне-то говорят, качайся здесь, делай здесь. Оказывается, что не нужно. И про это нигде не сказано. Вот, надо найти еще какого-то темного призрака. Пошли, вот тут найдем. Вот, нашел, хорошо. Очень далеко. Очень далеко. Это заклинание еще не готово. Все. Квест выполнен. Можно бежать его сдавать. Слушай, я вот эти поля просто помню. Я тоже по ним бегал, как раз вот эльфом-паладином. У меня прям не то, что ностальгия, ко мне тихий ужас подкрадывается, как бы ночью не снилось. Ну, серьезно, мне вот локация-то у Ренов как-то больше гораздо понравилась. У Шорков-то и тем более интереснее, и у Мертвяков. Мертвяков вообще на мой вкус топовый. Я новые расы не видел уже, которые выходили после. А вот Мертвяков такая, она самая веселенькая, наверное, была. Бегил на свет, оттуда порт в огре, там по локам для своего левела. Окей. Это первый инстопогримарий. Сначала нужно выбрать цель. Что привело тебя ко мне? И 15-й, не помню. Что тут еще квест дают? Моб 12 уровня. Хотя не факт, что это важно. Вот, давайте зайдем вот этот вот квест. где он там, а где отметка на карте для него. Тыщите, можно сдать. А, да не хочу я отменять тебя, черт побери, там, назад кнопочка. Вот, блин. Добежать до него, и оттуда прилететь на... в чем-то, на чем-то долететь. Ну, вот, у нас я играю, крутально, мюджиками обычно. Суровыми бородатыми. Какой-то медленный, у меня нету, маунты. Я бегаю на своих двоих, с какой скорости бегут. Извеча, можно что-то прямок, а нет. Ну, бас. Ну, извините. Парагон-то будет сегодня. Конкретный вопрос. Хочешь, запускай, я могу закончить с триумфового. Я хочу играть в Парагон. Нет, нет, я в Парагон сегодня не пойду. Ты бросаешь зрителей? Ты вот сейчас в лицо хочешь сказать, что они не получат Парагона? Я устарший. Я не хочу в Парагон. Они тебе это припомнят. Так, все, пошли. Погоди, погоди, у нас сейчас важный момент. Первый заход на Батлграунд. Я не знаю, что надо, правда, уже написалось про захват флага, значит... Сейчас ты уйдешь оттуда ногами вперед. Значит, будем искать какой-нибудь флаг, будем его воровать. Я сразу же стал 19-м уронем почему-то. О, слушайте, круто. Может, можно прямо так, это в Батлграунде получить уровень и быстро свалить с ачивкой. Снимаешь, что-то сильно работает? Ну ладно, вот это поворот. Ой, сейчас целет. Вперед ножками. Так, значит, давайте посмотрим. Опять же, я выбрал роль ДД. Я первый раз на этой МБГ. Я не знаю, что вообще происходит. Мне должны... Игра, да? Игра должна меня обучить. Что я должен здесь делать? Сейчас идет таймер. Таймер у меня с минуты с копейками, чтобы понять вообще... Не болтать, давайте. Да погоди, погоди. Нет, я сам разбираюсь, не мешай. Сейчас я сам разберусь, потом я потуплю, потом вы мне подскажете. Такой план. Участники рейда. Хорошо, у нас есть 8 ДД, 2 хила, ни одного танка, 2 группы. Допустим, скрыть это все дело, понятно. С крылья. Так, и стоп, показать, скрыть. Я вижу, кто со мной в пати. Вижу то, что минуты начнется через минуту. Я не вижу, что нужно делать. У меня вообще шмот-то уравненный, да? Посмотрим на свои статы. Здоровье вроде бы 600. Маны, фиг знает. Уровень предметов по-прежнему 4. Что-то не очень весело. Звание, это видимо моя ачивка, комплекты и экипировки. А так, это ясно, это нам не нужно. Ну что? Пошли драться. Бегай со всеми и все. Все, отличный совет. Его я буду придерживать. Сейчас посмотрим. Я бегу со всеми. Ты сейчас сдохнешь. Не каркай. Это без вариантов. На эти нубские БГ ходят чары, переточенные по нашим меркам. Тут должно быть уравниловка, я так понимаю. Иначе смысл... Нет, уравниловка. Уравниловка по левел. Я 19-й левел, извини. Стал. Так я 10-й. Я тебе говорю, уравниловка по левел. А по экипу они настолько проточены, что ты сейчас улетишь с полтычки. Значит, сейчас со мной в пати должны быть человеки, которые меня затащат. Я за это получу квест, получу экспулю. Это какая-то равность. Ты маску в два месяца, ты будешь пау. А мне пофиг, я хочу 20-й уровень опнуть. Я бегу со всеми. Я бегу медленно. Почему они носятся, как угорелые? Где такие спидхаки? Тоже такое хочу. Это как раз то, о чем я говорил. Нету равниловки. Ну, да ладно. Значит, я просто держусь сзади, тащу флаг и буду самой Криса. Бежим за флагом. Так, где у них флаг? Или старый богобочник. Там он сзади. То есть, окей. Мы сейчас идем на локации к эльфу. Я понимаю, да? Судя по таким деревьям фиолетовым. 19-го левела мобы. Сколько я им дамажу? Давайте проверим. Итак, 90 урон. Сколько у них хп? У них 1000 хп. Что-то долгие походы. Долгие походы буду их фармить. Не знаю, кто-то кто-то бегает. Что вы-то, ребят, пожалуйста, бежит в это вот гнол. Откучи. Мне он нравится. Чьи-то петы, наверное. У кого петы гнол? Боли близко. Сейчас проверим. Сейчас затащим. Это, видимо, маунты, да? Или что-то такие? Походу, они лутают. Крокодил явно не боевые, наверное, да? Кроколиск, питомец. Ну да, скорее всего, это просто лутеры. Блин, они что, далеко убежали? Как их догнать-то? Черт, черт, бежать, бежать, бежать. Отлично. Залипание клавиш включилось. Ошеломление. Эй! Какого черта? У меня напал моб 19-го уровня. Смогу ли я его убить соло? Давайте посмотрим. Надо подождать. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Погоди, погоди. Меня убили, по-моему, из ваншотеля. Нет. Ваше правосудие наносит. Что случилось с персонажем? Что случилось с персонажем? Наверное, вы получили кучу урона. 213 урона получаю. Получаю 24 урона. Получаю 153, 196 физический. До свидания. Покинуть тело. Давайте покинем тело. Ну как, получаешь фанчик? Мне весело. Я понял. Теперь у меня, короче, этот стелс. Вернуться от мобов. Видимо, задача моя в этом заключается. То есть я буду просто бегать, пытаться не попасться мобом. Если они меня ни разу не убьют, то это будет ачивка. Все. У меня теперь такая игра началась. Я и пытаюсь найти еще, как выглядит флаг. Разобраться. Давайте отпустим этих товарищей вперед. Главное только, чтобы они далеко не убежали. Флаг у тебя стоял на базе. Он красный. Мне же вражеский надо забрать, а не свой, само собой. Он такой же, только другой цвет и находится на ебать. У них синий. Это реальные люди? В смысле, это мобы, наверное, нет? Нет, это реальные люди, они просто в костюмах. Блин, ну ладно. Тогда я побежал за флагом, все. Но краколи... краколиск это был моб. Это был... Неприятные неприятности случаются. В таком случае. Так, я бегу в какую-то пещерку уже забрался. Наверное, тут будет что-то интересное. Бегаю еще с каким-то крабиком. О, нашел ботинки? Нет цели, черт. А как же ботинки? А, секунду, друзья. С тобой бежит тоже, наверное, врок на всякий случай. Глубный. Эй, что с тобой не так? Подай голос. Эллио, ты живой? Эллио, ты живой? Что-то с Эллиотом случилось. Ребята, что случилось с Эллиотом? Как вы считаете? Он отошел проплатить ВОВ на полгода. Так, я снова с вами. Я смотрю, что я еще разок в Вайфуле. Я получил внезапный удар, критическое попадание на 557 единиц. У меня хп-то столько нет почти. Мы, ребят, серьезно, они неплохо заточены. У них неплохой эквипс, сравнение с твоими белыми шмотками, так вообще топовый. Не, хорошо, ладно, сколько мне оставшееся время? 10 минут, серьезно? Блин. В общем, я, то есть, получается, сейчас 10 минут в агоню. И узнаем, сколько за это мне начислят экспы. Посмотри, вверху показывается. Да, да, да. Вопрос. Тащил чья-то команда флаг или нет? Пока 0-0. Нет, просто мне интересно, сколько мне начислят за все эти страдания экспы тогда. Ладно, фиг с ним, с тем, что меня тут аннигилируют. Я готов-то потерпеть, если мне за это будут награды. Такая награда терпила на БГ. Каких-то положений не было. Умер за компом. Может быть, у него панно у вас с телефона, наверное. И Геллиот убежал покупать ВОВ. Он ушел поплакать. ВОВ уничтожил его мозг. Все грустно. Все, я вас креснуть. Принять, принять. Я готов. А, слушайте, я прям в инвизе, получается, пробежал, пока я был дохлый. Все это дело? Все, я бегу еще в инвизе. Как бы твой дух. Типа, да, дух. Я резал прямо в том же месте. А вот, смотрите, флаг, флаг, флаг. Хватать на что хватает. Я схватил флаг. Все, я сейчас затащу флаг, и мы победим. Я осознал свою роль. А как ты дух-то не получишь шайочки? Кстати, в курсе об этом? Да пофиг, я с флагом, не мешай мне. Возьми ботинок. Я взял ботинок. Я с флагом, я взял ботинок, я пробегаю мимо балиста. Сейчас я упаду, если я еще не умру, то я сейчас затащу. Огородами сейчас как-то прорвемся. А почему они не сломают ботинок? А что за ботинок, кстати, расскажите. То есть, если... Ну, хороший эквип, самый лучший эквип на данный лев. Просто они у меня одевают. Который крафченный и так далее, усиленный там, все дела. Потрачено. Ну, смотри, я отвлек 5 человек, да, или сколько их тут было, не знаю, все. Моя миссия выполнена. Ты флаг не донес. Ты не выполнил приказ. Пофиг, пофиг, пофиг. Ты не спас кота. Я пытался, это главное. А тот спас. Пусти дерево скупил. Да. 1-0, погоди, все. Да, у нас... Это наши, сверху наши или вражеские, я не пойму. Нет, поделиться. Но спешаться надо накладывать. Флаг захваченный альянсом. Мы играем за орду. То есть, получается... Не беги, не беги, воскрешаться надо на кладбище. Все, не бегу, я не бегу, воскрешаюсь на кладбище. Эх. Дитёх, как к столу. Иди ты. Ты вообще, я в WoW, лучше тебя играю. Давай, давай, заходи в WoW, пвп устроим. А ведь тебя зарепортят, как бот. И что? Нет, это было бы просто эпичное. Или вот зарепортили, как бота. Ну что, идем? Попытка номер 2. 7 минут еще ждать, блин. Я тут со скуки, наверное, сдохну. За это время. Давай пока чем-нибудь поговорим. Давай там, это, продолжай своего WoW. Не-не-не, ты наслаждайся. Я как раз думал, подойти. Клуб, говно, коку, коку, там что-нибудь еще нам расскажи. Ты как раз думал, подойти и оставить тебя наедине. Я тут дерусь, погоди. Ты бегу назад и получал фан. Я убил кого-то, филость. Я получил только что фан сейчас неимовернейший. Убили врага. Убил врага и все, там какие-то щупы и даже поползли. Ну, наверное. Я поучаствовал, по крайней мере. У меня нет цели. Я вижу, как друиды застрелили. Эх. Помилки есть, которые поучали. Не знаю, нет действий с урона. Уровня. Неплохо. По-твоему, это мало? Я внес свой вклад в победу. Команда стала сильнее с моим участием. А ты ну-ка не шаришь. Очевидно же. Прямо через их респ. Ну, бывает. Кстати, тут Nextarget нет никакого. Ладно, понятно, понятно. Ну, вот я провал скину забанить. Я тоже. Я бы тогда заново играл. Так я же начал в этот. Сам вначале стрима меня выкинул из игры, там, мол, disconnected from the server. Я такой, окей, наигрались. Или вот скажи, мур-мур-мур. Зачем? Ну, это будет прикольно. Нет. Ты что такой злой? Не знаю. Я... Не доволен происходящим. Я уже устал, если часто, очень сильно. Что, у нас прям смотрят, видишь? В автостримить прикольно. Люди заходят. И... Им важно, что это именно WoW. Какой-нибудь там, БДО. Ну, кошмар покупается на окно. Ну, я понял примерно, да, что для твинков можно натарить шматья, если у вас все куплено, и тогда вы будете всех разрывать, быстрее качаться. Беда в том, что у меня до этого нету, поэтому я довольствую немалым, просто бегаю. Класс. Я, в общем, в роли камеры, комментатора, да, смотрите, там Бумкин и Брус, видимо, так у них звездочки, то есть другого сервера, нападают, меня убивают с одной тычки, и на этом я опять отправляюсь наверх. Не слышу бенька в твоем голове. Огонек кончился. Тап. Тап next target? Окей. Протестим. А в бобе есть шок внутриигровой? Нет. Посмотрим, что у нас. У нас есть что нового, давай знаем, что нового. Что нового? Новое обновление предшествующего в предшествующем дополнении Warlords of Draenor улучшение интерфейса. Ты понял, интерфейс улучшен. Соберите коллекцию игрушек, что? Оцените улучшение сумок и взгляните в банк материалов. Новые модели персонажей. Улучшена прорисовка деталей анимации вашего персонажа. Новые модели персонажей. Улучшенный интерфейс. А на это что и улучшенная. Заранее собранные группы. Соберительные эти группы для прохождения подземелий, рейдов и многого другого. Ну, очевидно же, все стало лучше. Ты, кстати, там он прощалкиваешь цели перед собой. Теперь да. Теперь я знаю про это. Теперь я знаю больше. Можно посмотреть на макросы в Вове. У меня никаких макросов нет. Насколько они отличаются макросы в Вове от Л2? Кто не подскажет? Кардинально. Ну что тут можно в макросах задавать? Можно задавать функции там пилота-фармера? Можно задать функцию не убивай меня, плиз. Писать это в чатик? Спамить? Танцевать танцеводу? Мы уже проигрываем с эти 2-3. Есть некоторая проблема у нас. Делай себе правду макросы. Не убивай меня, приз и танец. Ты как встречаешь врага, сразу зажми. Неплохой план. Тогда все будут сразу знать, что нельзя меня трогать. Я всего лишь несчастный ачивка собиратель. О, маска смерти. А какую ачивку получаешь? Так, наш 20 ревел апнуть. Тогда тут откроется в хейсе портрет на паладина. На паладинку новый. Не, а я им обогатую ачивку сделаю. Не знаю, я просто надеюсь, что мне дают кучу экспы, я быстро вкачаюсь. Не разрушай пока заранее мои надежды. Подожди немного, умирая получаешь экспу. Я надеюсь, просто участие там, потому что я пришел сюда подраться, получил по лицу. Очень далеко. Очень далеко было в хейсе дела. Убирать на лицензоре, наеху играем в батлнете, лицензионный сервер. Какой-то там, не знаю какой. На фри аккаунте. Все просто. Если интригировать магазин, вот так, а ну да, внутриговорит магазин я видел у Грязов. А в самой игре, по-моему, его нету. Я туда не пускаю. А, да, да. Магазин есть, но неактивная кнопочка. Или вот за поражение мало отца дают, а ты тянешь команду свою на одну. Ну извините, я стараюсь. Я оглушен, он встает. Меня просто съели с одного удара. Покинем тело в таком случае. Ну я надеюсь, что меня хотя бы ревеллт насыпят, иначе все же я так правил даже не унижал. Магросы очень важны для ПВП. Мне сейчас они пока не особо пригождаются, если честно. Важны они, не важны. Видимо, они будут важны позже. Кстати, там вот друид на этой пантерка. Не знаю, я просто бегу вперед в роли мидшилда. Мясо ты бежишь, ваншотное. Прикрываю своей тушкой наших скилловиков, которые должны затащить нам эту катку. Которые скажут мне спасибо за мою воду. у нас чувака пытаются брать флаг. Я сейчас буду его спасать. Это заглянание еще не готово. Я застанил, все. Нагнули. Флаг будет наш. Давай, чувак, я в тебя верю. Я через 15 секунд отхожу. Ты че он стоит? Тащи флаг. Чудесный котейка. Давай, давай, давай. Ту-ду-ду-ду. Дорогу щенкам. Все, смотрите, сейчас мы захватываем флаг. И это будет не победа, нет? 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 Черт. Ну ладно. Мне больно на тебя смотреть. Мне уже самому больно на себя смотреть. Ну давай, ты урана, если ты че, тупик что ли? А, вот, смотри, на него напали. Опять встанем, встанем. Блин, а стану долго откатываться? Нафига себе. Я думал, что он более жесткий. Сейв. У меня хилка была, хилка. Хилим, хилим его. Я сапорчу. Все, поздняк. Поздняк. Но я пытался. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Слишком далеко. Че, уран отстал. Ааа, ему плохо делает рога. Эээ, они вас поймали и отпинали. Я ряду с базы. Поимели. Я пока не могу прочитать подлинания. По крайней мере, мы отбились. Тебя даже не бьют. Итак, Альянс побеждает. Я не на последнем месте, друзья мои. Заметьте, заметьте. Там тут, наверное, выше в начале. Есть пара человек, которые оказались на большее дне, чем я. Пойду я. Давай. Заметьте, заметьте. Всем пока. Итак, эм, эм, а где мои экспо, друзья мои? Серьезно? Черт побери. Все, мы наконец-то прогнали Гара. Аллилуйя. Аллилуйя. Я уже самое сейчас очень сильно устал. Блин, как же долго мы стримим? Уже по 11 часов с лишним. Черт. Друзья, что делать будем? Мой оптимизм понемножку угасает. Ну, точнее, я бы сказал, что он уже почти иссяк, но будем говорить об оптимизме более оптимистично. Пока, Гара, Гара, уходи. Пока, Гара, Гара, уходи. Действительно. Как три не щупать им получить? Я вообще не знаю. Спрашивайте друзей в чатике, кто вам сможет просветить в этом деле. Я, ну, бас. Если вы еще вдруг не поняли, заглянув на этот стрим, я пытаюсь взять 10-20 уровень. Взял уже половину всего лишь за за-за-за-за-за-за-за-за-за-за за четыре часа. Успех. То есть по самым типичным расходам мне кататься еще столько же. О май гад, о май гад. Блин, ребят. Наверное, на этом мы будем заканчивать с вами. Баладаш Маланор. Баладаш Маланор, вы все поняли, да? Я думаю, я думаю, примерно то же самое о всем происходящем. Дарив все квесты в следующую локацию. Хорошо. Где мой телепорт? Надо сначала вернуться в луна свет, ведь, да? Полетели в луна свет. Где-то, по-моему, тут был телепорт. Или нет? Где-то здесь. Окей. Спасибо за советы, кстати. Давайте откроем наш квестик, и вот они. Ну что, давайте... Баладаш Маланоре. Баладаш Маланоре. Полетели, и на этом будем мы с вами прощаться. Отдохни в прогон. Не, я лучше посплю, серьезно. Надо выспаться завтра. Куча, куча, куча дел. Не ходи... Мне же говорили, ходи в луна свет. Я в луна свет и полетел. Боже, вы путаетесь в показаниях. Я, конечно, понимаю, что все разные советуются. Надеюсь, что хоть тот мне советует правильно, поэтому мы летим в луна свет, который не пойдет. Инстыз 15-го. Мне еще рано в инстызе. Сейчас добежим, сдадим. И будем заканчивать, друзья. Что я могу, пока мы бежим, рассказать вам в завершение стрима? Во-первых, большое спасибо всем, кто зафоловал наш канал. Кто это вдруг еще не сделал, делать это прямо сейчас. В обязательном порядке. Кнопочка фоллов слева под стримом. Во-вторых, заходите к нам на сайт Гухару читать новости, в том числе про World of Warcraft. У нас даже раздел есть. Он даже более-менее активный. Конечно, в оверов на Гохе всегда было не особо много. Ну, точнее, в самые-самые давние времена, на старте, было достаточно. Но, так или иначе, раздел ВОВ у нас тоже есть. Он вполне себе живет. Там даже периодически всякие разные срачики и обсуждения не обновления происходят. Что еще? Да, кто там заказывал какие-то игры постримить, прочее, вам рекомендую фоловить мой твиттер, twitter.com slash elliot.tv Там я, во-первых, анонсирую все свои стримы, когда что будет, когда что не будет. Во-вторых, можно будет также на голосовалочках, блин, куда-то не туда я бегу, на голосовалочках проголосовать, чтобы вы хотели видеть в рамках наших фан-стримов. Пока почитаю тоже в вопросе. Продолжение будет, блин, ну я в любом случае планирую докачать двадцатый уровень, а вот насчет стрима, блин, это тяжко, если честно. наверное, по стримам. Только просто когда? Скажите мне, до какого числа там эта акция со взятием двадцатого уровня? Если хотя бы до конца марта, то можно. Если нет, то я, наверное, быстренько возьму там без стримов на днях, потому что вряд ли у меня будет время на стрим Вова как минимум до следующих выходных. Вообще, не вариант. Чем-то постоянно занят, в смысле у меня стримы, а то и по два на дню, которым тоже надо стримить, готовиться, плюс у меня форум, который я модерирую, общаюсь в темах, плюс я слежу за группами ВКонтакте и Ютубе, тоже модерирую, там заливаю, перезаливаю, оформляю, вешаю анонсы стримов, делаю гайды, видеогайды, готовлюсь к чему-то еще, да и куча-куча разных вопросов, на самом деле, которые решаются, которые тратят время. В итоге времени нет, плюс я хожу в тренажерочку, плюс иногда в реале куда-то, вот говорю, вчера неплохо с друзьями в стиле в хаверрейн играли, прошли его, всю ночь, по сути, в него залипали, но вот и кеосильня, очень рекомендую тем, кто пропустил. Покажи чару вблизи, сейчас покажу, если прям, блин, кстати, где тут, что тут сдавать надо, что-то бегаю в округе, блин, как его в лица посмотреть, я don't know, вот давайте в каком-то таком странном месте, на каких-то персидских коврах, как его повернуть, может какой-то insert, нет, page up, page down, в общем, не стесняется наша эльфичка показывать вам свое лицо, прекрасное, к сожалению, это акция висрочной, нет, я считал, что он до конца, какого-то там, до конца марта вроде нет, когда хс, сам хс тоже, возможно, где-нибудь в среду, в четверг, но, так, стоп, у нас в четверг стрим по Терри будет, будем устраивать чертную охоту, это точно, между специальностей стоит, что еще, еще будет в досик по парагону, ладно, все, друзья, давайте я уже буду заканчивать, реально, у меня жесткая поплава началась, я уже сплю, все, большое спасибо всем, кто смотрел, ЛКМ, зажми, а, точно, ЛКМ зажать, вот, посмотрим, слушайте, она прям так приоделась, стала, она в хэви броне, мы же, мы же паладин, это прям явно самая хэви броня, которая только есть в игре, самая, самая тяжелая, самая бронезащищенная, так, ну что, поставить персонажа в таверне, выходить из игры, хорошо, спасибо, все, всем пока-пока, увидимся, услышимся, до новых встреч, до новых встреч, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok